я прошу прощения что-то упал стрим как только начал запилился в общем то не понял почему надо не надо не тебе решать ну решать то не мне но за порядком то следить надо поэтому если кому-то повлажки будут то это неправильно ну что поехали касс против minat начинается играть что-то я сейчас top star дел и стрим упал то есть две минуты вам пришлось ждать я извиняюсь конечно ну задержка минутная бывает такая хрень что-то берет падает там опять поднимается короче говоря а я вас всех приветствую опять же и напоминаю что можете поддержать меня мой турнир естественно наш турнир с пашей выбрали бы он на главное есть ну и как то так а Сложно мне что-то прогнозировать, раздолбый, но касса в последнее время очень плохо отыгрывает. Я думаю, что Минат способен пробрить касса здесь вполне, поэтому будем смотреть сейчас, что произойдет далее. Ну, вот такие, что-то, мне кажется, переоцениваешь кассы сейчас. Ну, посмотрим, посмотрим. Что там, касс-фаворит еще, что ли? Сейчас посмотрим. Всегда касс-фаворит. Прям странно, почему касс-фаворит? Не, ну, он может выиграть, но я бы даже Мината здесь фаворитом назвал в этой паре, потому что Мината сейчас реально как-то, ну, вот он-то тренится охотно причем, а касс не очень прям охотно. Так, ну что, стрим должен был начаться уже у вас, ребят. Да, все, начался. Начался. Спасибо всем за внимание. Чуть часть людей ушла. Надо назад возвращать. Ну, и твич должен был подняться, так что, если у кого-то проблемы, заходите. Сейчас я отвечу за контролем, прошу прощения, ребят. Не изменю запись. Не думаю. Может выиграть, но я... Все, переименовал на Твиче, все. Так, чуть ниже. Забывай я врубать контролла, поэтому строки донат не буду ниже. Ну, Касса, да, Касса, конечно, более именитый игрок, чем Минато. Забываю контролла врубать от бенды Касса. Пять вот этих юнитов, контрол-1, контрол-2 от КСМ, контрол-3 у нас что это? ПСМ-ка здесь, 4-й в Араке, 3-й ССМ-шке, у Минато что у нас? У Минато 5 лингов в контроле. Так, овер-2, королева-3, хата на четверочке, еще по отдельности хата. Заезжает 4 геллона плюс рипер от Касса, Минато не готов встречать их. Так вот, ну как дрон это в какой куче, Минато, что ж ты творишь? Дронами отбивается, 17. Да, погорел сейчас, погорел. Кажется, здесь запахло жареными дронами очень сильно. Сейчас еще тираны сбегутся сюда, подумают, что пикник какой-то. 19 дронов минус, парабам в итоге Минато на 11 застает, это вообще печаль. Еще и Банша прилетает сюда, еще сейчас и Инвиз у нее будет готов, а Спорка не готова у Минато. Залетая через королеву Касса, начинает харасить. Все, Инвиз можно врубать, врубает Инвиз, дрона минуснул, одного здесь еще один демеджный, между прочим, есть. Дрон катается, точнее ездит. Так, Банша улетает, все, Банша ушла, Спорки везде Минато добавляет. Вижу, что роущий выход идет вперед сейчас, но есть чем встретить, Кассу здесь Банша есть. Контроль от Кассы просто, конечно. Просто райд клик сзади, и все. Ну что ж, 65-67 по лимиту у нас ситуация. Кстати, если Касс Минато выиграет, это будет старая добрая Касс против Хэппи противостояния. Раньше оно было просто захватывающим, но сейчас ли, сейчас сможет ли Касс оказать сопротивление Хэппи? Хороший вопрос, открытый. Так, Француз неплохой, но три дрона Кассик сбривает сейчас. Банши улетают куда-то наверх. С другого направления Касс пытается прохарасить. 50-54 по Рабам, 55 туреточки Касс добавляет, бараки 5 штук работают уже. 1-1 делается, щиты делаются, все замечательно. У Минато только-только эволюшн для грейдов, все настаёт по всем параметрам сейчас, чтобы... Я не знаю, что должно произойти, чтобы Минато тащить. Касс должен прийти как-то и просто слиться в мясо там на чем-то, на бейлингах, или я не знаю. Касси улетают куда-то, на бейлингах, или я не знаю. Фюр-фюр, что-то хамоватое какая-то стало. Ну ладно, разбирайтесь там сами. Я так маленечко туда слежу, туда вот палец не поворачивается. Не надо пока банить, потом разбаним, забаним, если что. Что-то палка иногда перегибается, конечно. Ну что, банши возвращаются. Да, сегодня добрый. Ну Паша сегодня... Паша сегодня волевой. С зергом разрули вопрос. Ну ладно, я не стал спорить, как бы впрягаться. Сильно прям, потому что зергу нужно еще долго исправляться. Медивак летает. Здесь у нас непонятные вещи какие-то происходят. У версира Касс бливает. Ну, пассивная игра началась сейчас. Это может Кассу боком выйти. Смотрите. Пошел выход. По лимиту КАЗ-плюсе 177. 193. Пытается отбиваться. Минато КАЗ-раскладку по факту делает. Ну что за лень тирановская такая. Последнее время. Ой, ну Минато на муле. Сюда-сюда бегает. Что за лень-то такая? Я не понимаю. Почему медиваки не могут привести танки просто дропнуться? Ну что ж, жду инвайта в следующую игру. КАЗ-1-0. Не ожидал я, что КАЗ так легко будет Минато выигрывать, если честно. Но они тиммейты, может в кастомке вместе играют? Не знаю. Посмотрим, что дальше будет. Ну что, захожу в игру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Так что я думаю, что не начну в ближайшем будущем и даже в среднесрочной перспективе... Продолжение следует... Пытается... Продолжение следует... 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 Так, прошу прощения Я здесь, ребят Ждем следующую игру Смотрит повторы у нас Минато Что-то как-то у Минато с тиранами Походу проблема Стрэндж против Фрэнда У нас следующая игра должна быть Продолжение следует... Ну что, КАС против Хэппи Сегодня состоится 1-4 Но она будет после Прошествия матча 1-8 Уже третий у нас матч Стрэндж против Фрэнда Сейчас начнется очень скоро Потом Вердос против Блэк Темплара И так далее Сверху вниз И два матча 1-4 будут сыграно Напомню вам Так что вот так вот Продолжение следует... Пошел инвайт от Стрэнджа, захожу к нему, Стрэндж сам хост может создать вот такие вот дела. Всех инвайтим сюда. Стрэндж сам хост. Да, ребята, призы вы можете поддерживать. На данный момент около 30000 Ре призовой фонд составляет 15000, первое место, 9, второе, 6, третье. В ваших силах пополнить этот фонд еще от KeepBeta. Ну, вообще обещали, как бы, значит, должны сделать все четко и еще 100 баксов. Ну, там, я не знаю, 7к или сколько это будет. Я думаю, что так, да. От KeepBeta должно прилететь. Призовой уже значительный, причем больше, чем предыдущие Бобролиги. Не знаю, как дальше у нас будет получаться. Я думаю, вот следующие Бобролиги в следующем месяце мы тоже, конечно же, будем переведать Бобролигу, потому что Бобролига будет у нас ежемесячным турниром. Ну, вот следующие, не знаю, как Spike там сможет ли чем-нибудь поддержать или нет. Вот, ну, если нет, то, значит, поменьше будет призовой. Ну, какой-то будет в любом случае. Вот. Дрончик ей. Третью ставить. Трихот и пул билд от Френда сейчас идет. Так, про Азерго уже рассказывал не раз. Вот, не буду я каждый раз рассказывать об этом. В чатике скажут. Были косяки с задержкой на ВЦС от Зерго. Я был не против, как бы, чтобы он подстримит. Ну, Паша сказал, что не надо Зерго. Ну, я спорить-то особо и не стал, конечно. Я мог бы, конечно, поспорить там. Сказать, ведь Зерго молодец. Но что-то Зерго не был молодцом в последнее время. Вот. Ну, решение было за Пашей. Последнее слово. Как бы ответственность я на него перенес. Съехал, типа. Вот. Пошел адептик. Старг... Ага. Два адепта. Старгейт от Стрэнджа. И мне все это позднее получается будет. То есть, против такого халявнейшего билда Зерго. Прот сыграет вот так вот. Так, погодите. А пробка, она вернулась вообще? Да, вернулась. Бролига российский, ГСЛ. Ну, больше, наверное, Старлига. Ну, хотя мы посмотрим. Может быть, в следующих Бролигах мы формат поменяем. Там, с группами сыграем. Как-нибудь запилим. Мне вот как-то сетка кажется более интересным. Я думал, может, с лузерами сделать. Но, просто игрокам не нравится, не очень удобно, что, типа, вот, все подряд идет, как бы, долго ждать приходится. Но, ведь люди хотят посмотреть игры. И призовой-то строится из пожертвований. Никаких спонсоров на это деньги не выделяют, как бы, отдельных там. Поэтому, я думаю, что это справедливо вполне. Так, телепорт куда? Да, на третью базу телепорт идет. Здесь одного дрона Стрэндж всего лишь находит. Но это один дрон, это не дэмэш вообще. Здесь линги бегают. Муф еще не готов. Будет адепт на мейн заходить? Да, заходит на мейн. Стрэндж телепортируется. Дрона еще одного подрезает. Линга подрезает. Еще линга подрезает. Контроль хороший демонстрирует Стрэндж. Ну, контроль у Стрэнджа последнее время на высоте. Да и вообще Стрэндж очень неплохо, я вам скажу. Отыгрывает последнее время. Не стал адептами врываться. И не стал отдавать здесь пробку. Куда пробка-то едет? Это точка сбора, видимо, ошибочная сейчас. Проставлена сюда была. Так, линк проезжает. Пробка проезжает, минус пробка. Оракул он решил Стрэндж королеву. Убить, кстати, она, по-моему, немножко дэмэджная была. Поэтому легко достаточно ее разбирает. Еще и дронов несколько забирает. С того, как забрал королеву. Но теряет Оракул. А вот это уже лишнее было совершенно. Но летит второй сейчас вперед. Застройка есть. Здесь овер залетает. Ничем его Стрэндж не встречает, не принимает. Здесь пробку желательно было бы увести. Стрэндж ее уводит. Ну, и лингов за зал убивают адептами. Собственно говоря, Мазеркор он помог здесь немножечко. Скоро, наверное, третий Никсус будет впиливать. Везде спорки стоят. Больше рабочих подбрить не получится. Потери у Зергов в два раза выше по ресурсам. И самое главное, там шесть дронов среди этих потерь есть. Стрэндж Роуч Ворон. Парабам, Фрэндж Роу впереди сейчас. Пытался Стрэндж еще подбрить. Здесь ничего не получилось. На второй будет урываться. Нет, никуда не будет урываться. Улетает. Надо регинить поля. Оракул без полей сейчас. Да ладно, по адепту идут еще Твайлайт я наблюдаю сейчас. Здесь линги бегают рядом, наблюдают, патрулируют. В Твайлайте скорость атаки адепт наверняка будет great заказан. Там Стрэндж начинает камни пробревать. А Оракулом сбривает лингов с Ксилнаги, чтобы не дать вижена оппоненту. Ну вот линк еще один приходит. Адепт начинает паковать. Линк минус. Ну, кстати говоря, Фрэндж не заказал сейчас ни одного еще покороче. И все, что у него есть, это 18 лингов в продакшене и два линга, которые возвращаются сейчас домой. И адепты удачно очень врываются, я вам скажу. Три дрона минус. Линги выходят. Но адепты заняли такую позицию, с которой их тяжело убить. То есть они между минералов тут стоят. Их тяжело прям всех сразу окружить. И не получается у ЗРГ это сделать. Так, адепты заходят на мейн. Стрэнджа какие сейчас. Между пулом и лэйером становятся адепты. Вообще и позиция идеальная. Практически это как тиран между газами и минералами. Мариков законтроливает. Телепорт на третью идет. Кстати, сейчас телепортироваться Стрэнджу было не обязательно. Там на мейне можно было стоять и разваливать все, по-моему. Спокойно абсолютно. Телепорт от адептов пошел куда-то там. Иллюзия пытается на мейн перейти. Одна иллюзия перешла. Но моментально Фрэнд ее убивает. По лимиту Фрэнд в плюсе. Причем это боевой лимит. 26 на 7 был. Ну, Стрэндж третий некс устроит. Стрэнджа заказывает. У Стрэнджа сейчас будет готов блинк уже. Но Форжала что-то запоздала. Плюс один будет поздний в итоге. Так, бинды. Да, прошу прощения. Надо включать. Я забываю про то, что бинды можно включать. Корейцам, да, тяжело играть. Пинг все-таки. И они отказываются. Поэтому не настолько они пока вперед по скиллу вырвались, что на 300 пинги изи всех наказывать. не корейцев. Ну, и пока вроде такой тенденции я и не замечаю, чтобы они вот настолько прям дико вырывались вперед. 57-61 парабам. Стрэндж третий некс занимает. И добавляет раскачет третий. Ну, а Фрэнд живет себе вполне нормально. Сейчас 69 дронов на 10 больше. 14, в принципе, это не такие уж колоссальные потери за всю игру дронов до восьмой минуты. Прилетает Стрэндж Оракул. Он Криптуму разбривает. Фрэнд не прикрывал Криптуму. А зря. Оракул он пытался тут. Реведжера забрать. Ну, не забрать. По нему бонуса нету. По Реведжеру по 15 хп. Криптуму убивал. Сейчас не смог уничтожить. Криптумуров. Были две штуки. Стрэндж убил. Все, Криптумуров больше нет у Френда. Но у Френда зато есть 10 муталисков в продакшне, о которых Стрэндж, между прочим, и не знает. Он Спайра вообще не видел. То есть эта мутка для него будет неожиданностью. Но он в это время выход делает сталкерами, с центрями и с призмой. И может застать врасплох зерга. Всегда фейл для зерга, когда мутка еще не прилетела, а к нему уже пуш пришел. Но сейчас мутка, право, успеет прилететь. Но нужно всеми юнитами в размен идти. Нельзя зергу частью юнитов отбиваться, а частью шатать. То есть муталисков там недостаточно. Просто будет сейчас Довар по Стрэнджу, и он отобьется. Ну или там с Мазерхором отобьется, тем более у Фатонка здесь есть. Уверчаж пошел, Мазерхор выставляет уверчаж. Получили дэмэджи здесь муталиски. Вот что значит иметь у Фатоночки. Фатонки есть, пробки не гибнут. Здесь в основной замес пошел сейчас Стрэндж много филдов ставят. Фрэнд пытается убить, филды великолепно влощат ревенджеров. Они лингам никак не помогали. Линги в итоге все уничтожены. Сверх эффективно Стрэндж прямо-таки здесь дерется. От фаерболов повернулся сейчас блинком назад. Так, а что Сентритов в призму залезли? И Моркова в призму засадил. Да варп пошел там по-моему Зилков. Но призма падает, варпа не получилось в итоге. Если бы этот варп прошел, это было бы ГГ Зергу. Но варп не прошел, Фрэнд в итоге отбивается. По лимиту в плюсе остается. Но экономика у Стрэнджа не была уничтожена мутальскими. Вообще не пострадала даже экономика. У Зерга есть грейды, между прочим, и грейды. Хотя там вторая так тоже делается. Так, все матчи идут сверху вниз. Все матчи идут сверху вниз сегодня. Оракул пролетает сейчас. Проверяю, что происходит. Точнее он не пролетает, он домой вернулся. Я прошу прощения. Просто он летал где-то там Стрэндж его забыл. После того, как ревелейшн кинул. Вернулся сейчас домой. По лимиту... Так, Фрэнд немножечко вперед вырвался. По лимиту мутальского добавляет. Не очень удачный Харас. Минус мутальск сразу здесь подлетел. Отдался. Да, в арктии штормовиков будут сейчас архонщики. У Стрэнджа слиты, судя по всему. Да, пошли архонщики. Архонщики уже очень плохо перестраховывать будут. Гейтов пару штук добавляет. Мутки значительное количество. Семнадцать штук. Это уже серьезное количество муталисков. Агрессивный блинк от Стрэнджа. Не получается принять. Здесь какой-то призма прилетела в виде Стрэндж реведжеров. Прекрасно сейчас. Мутка залетает на вторую базу. Шатать, насколько я понимаю. Реведжеров можно не отпустить сейчас, между прочим. Сталкерами погнать. И погнать до конца, что называется. Удавар сталкеров идет. Мутки много. Мутка начинает считать. Мазеркор полетает. Нужно много оверчажей ставить. В это время Стрэндж основную армию Френда убивает. Это ошибка. Кстати, грязь со стороны Зерка. Что он вот так вот начал армию отдавать. Здесь Фатонку Стрэндж не восстановил. Ошибка от Стрэнджа уже эта. Ну и реведжеры ушли на хайграунд. Нужно идти вперед сюда. Здесь плетки есть, кстати говоря. Приятного мало. 24 пробки минус. Сталкеров здесь не так уж много варпится. Но мутка дэмэдженная очень. У Френда сейчас и мутка может здесь не зарешать. И ты там начинает отключать. Здесь реведжеры возвращаются. Агрессивный блинк Стрэнджа прямо на плетки идет. Архон подставляется. Но плетки не фокусат все. Сейчас Архона нужно бы отвести. Стрэнджа его было бы назад. Но Архон вместе с зилками плетки разбирает. Сзади сталкеры плюсы Морфл дерутся с реведжерами. Все падают. 94-1034 по лимиту. Но боевой лимит Стрэнджа очень близок к боевому лимиту Френда сейчас. Сталкеров доварпивают, чтобы отбиться. Но сталкеров очень сильно не хватает. И гг Стрэндж. Фрэнд прямо не считал его фаворитом. Но Фрэнд молодец. Очень хорошо сыграл сейчас. И уигрывает Стрэнджа первую игру. Но это еще не победа в матче. Привет, Милка. Как вы можете понять. Хорошая игра от Фрэнда. Даже тут выход удачный. Хорошая игра от Фрэнда. Хорошая игра от Фрэнда. Архон бонус урона по зданиям Зерга. Хороший вопрос. Но здания у Зерга в принципе живые. Я думаю, что может наносить так. Секундочку, ребят. Хорошая игра от Францис. А где они все равно нет? А где они всё равно? Да. Вообще всё-таки надо. Кжи. Меня зовут Гермар. Я ну да. Мы не случались. Увидимся. Увидимся. Секундку. Увидимся. Продолжение следует... 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 говер минус 106 98 все последнее предупреждение за эти желтые буквы линк минус идеально, кстати, рабочие расплещены у Френда вообще Френд, смотрю, где он был он был какой-то момент в инактиве, что ли пропадал некоторое время сейчас смотрю, опять начал играть то ли, я не знаю, то ли я не следил и круг-то очень даже неплохой украинский Зерк Френд хорошо отыгрывает очень даже такие-то и открываются адепты дома есть, адепты грейдов нет, вообще ни чаржа, ни скорости атаки адептам ничего нету пока у Стрэнджа и странно это а нет, чарж есть, вру, чарж только что доделался, но ни блинк, ни скорость таки адептам не делается я вижу Штормовиков делается, что, ой-ой-ой-ой, без Шторма это отбить будет невозможно, практически просто, посмотрите, что делает Френд он делает Бэйнов, Стрэндж прекрасно видит, что там Бэйны морфятся, ну а что он может с этим поделать, там уже роучи пошли 30 Бэйлингов, без мува вот этот грейд так необходим, но 30 секунд, а Шторма Зерк этого не знает, но идет вперед и это будет провал сейчас филды нужны, сейчас идеальные, конечно пошел Таймварп, Таймварп, кстати говоря подтянет время, если, если, посмотрите как просто вообще на грани здесь, на грани Шторм, 10 секунд до Шторма, но эти 10 секунд могут все решить Таймварп кончился, пошла атака Зелки на чаже прыгают вперед, снизу Бэйлинги заходят, сверху Зелки прыгают не надо всех Зелков вперед вести, ни в коем случае Штормы пошли, хорош, Бэйлинги не все дошли сейчас, до Варп Зелков идет, Штормяки куда-то назад ушли сейчас, неприятный момент был но Стрэндж выдерживает эту атаку Таймварп очень сильно сейчас зарешал Бардиан Шилд, вообще великолепно против Гидры решает, до Варп новый Зелков идет, сверху и Мортал спускается с Адептом, с Рампок, где Фениксы были в этом замесе, не понимаю Архоны сейчас доделаются, помогут немножечко обороняться, но слишком много Зерка и Зерк давит, продолжает давить сейчас Гидрой фокусит Фениксов, а Архоны Гидру разваливают, что ж ты делаешь Френд, перехвалил, какое сейчас решение вот это ужасное было, Архоны просто разорвали Гидру, она лопаться начала вообще вся ошибка была от Френда, абсолютно очевидная, сейчас с фокусом Фениксов, ки к черту Феникса, когда на земле Архоны разваливают, да пусть они там держат эту ядру в воздухе, тем более там мало Фениксов даже атаковало, они просто по-моему висели спокойно, не погибали даже прошло бы время, спустились бы вниз и Архоны бы уничтожены были бы но вот микро ошибки сейчас со стороны Зерка Стрэндж очень грамотно протянул время против Беллингов и потом, я бы не сказал бы, что идеально замес провел от идеала, там вообще далековато было но ошибки Зерка в замесе потом и Стрэндж дальше там уже не ошибался с давархами в итоге живой Стрэндж Фрэнд выйти пытается в Люру у Фрэнда, кстати говоря, вторая атака и Коготь делается армор сейчас у Фрэнда, правда так Хайва пока у Фрэнда нет Хайв он не делает Хайв тоже побыстрее, наверное, нужно бы ему делать Мувбеллингом пошел здесь очень жесткий микс у Протса складывается у него Архоны, Зелки, Шторм, Имморталы это очень жесткая тема четвертый Нексус нельзя сейчас подставлять нельзя дать отменить все Штормовиков все больше и больше становится семь С Штормовиков это реально гигантское количество Шторма и Стрэндж не сливает абсолютно верно их сейчас делается еще Иммортал, делается Призма но вот, правда, Люра очень неплохо будет драться с этим миксом и Зерга все равно больше лимита потери какие у нас, но потери, конечно, не в пользу Зерга сейчас 9 люров, штука люров пошла сейчас АПМчики, АПМчики большие 300, 286 кстати, у Фрэнда 300 АПМ, это сильный АПМ инкам инкам одинаковые практически сейчас Стрэндж четвертый Нексус начал добывать по лимиту 176, 189 боевые лимиты тоже практически одинаковые но если Стрэндж не займет нормальную позицию сейчас против Люры, то он может развалиться какие залпы по Псиштормовикам сейчас идут Люры гигантское количество нельзя в этот проход вот так вот заходить сейчас Стрэнджу придется заходить сверху встречает Зерга сверху, сверху Стрэндж встречает Зерга очень даже неплохо, Шторм по Роучам, Сторм по Люре сзади забегание идет небольшое, но сзади кстати без Люры Зерк забегает, это будет мясо все уничтожено, зачем Фрэнк полез-то дальше часть Люры вообще сзади, часть пришло сюда Нексус конечно Стрэнджу придется отдать, но Зерк потери большие понес мог бы Люрой кучи держать на самом деле, потому что против дестабилизаторов да, нельзя Люру жесткой кучи держать, а Шторм он до Люры особо-то и не доходит, если грамотно юнитами спереди действует так, пятая хата у Фрэнда уже ставится здесь у нас, здесь у нас все добывается, все очень хорошо боевого лимита больше, а самое главное Грэйды 2-1 у Зерга, Грэйды хорошие убраться, правда третья атака у Стрэнджа сейчас он сзади умудрился зайти, так что Фрэнд его не ждал Люра новая делается, но Люра в кучи вкопается в очень жесткой можно Штормить сейчас, но боится Стрэндж идти дальше, у него недостаточно юнитов, которые танковали бы перед Эмморталом, перед Архонами он отступает назад сейчас, четвертого Нексуса нет и это плохо, конечно здесь Зелки бегают, очень много плеток, стационарной обороны у Фрэнда вполне достаточно здесь, чтобы пробиться отгонять, здесь у нас лимк закопан и с ним ничего не сделать будет Газ на пятой базе, Фрэнд уже начал добывать, смещается опять в сторону центра, вот ошибка Фрэнда сейчас, что он не продолжает делать Грэйды и не переходит в хайп, то есть он поставил все на этот прессинг, но даже если ты прессуешь, так Грэйды можно запиливать, 200 практически лимит и запас по газу постоянно там есть, так, сейчас часть Люры сзади зашла, Стрэндж заметил это, отвлекся на Люру, которая сзади зашла прирост на халяву сбривает, тут просто без потерь практически сбьется, Имморталов у Стрэнджа вообще гигантское количество уже стало, Штормы пошли, Архоны сливаются, Фрэнд пытается Нексус вкуснуть, у Стрэндж в это время заходит сзади, Люру сбривает, армию сейчас потеряет, тьфу, Зерк вообще без потерь практически Стрэндж убьет и нужно в контратаку выходить, экономик не остается, он там третий Нексус, как раз вот в этом направлении двигаясь и Нексус третий прикроешь свой, Стрэндж прекрасно понимает, что сидеть ему нельзя, ждать ему здесь абсолютно нечего, до варп идет еще Псиштормовиков, можно их не сливать Вархонов, пусть Шторм копится, 7 штук, куда они пошли-то, ё-моё, Стрэндж, куда ты их повел, бери с собой, берет с собой, на пятую хату приходит, на пятой хате проблемы начинаются сейчас минус личинки Люры нет, одни реводжеры остались, а такой микс реводжер просто изничтожен даже с нормальными грейдами 2-1, более-менее, ну грейды уже могли бы быть как минимум 2-2, а то, ну, 3-3 они быть не могли, хайва нет, но 2-2 надо было сделать, армор еще один, и лингом бы он помогал, всем бы помогал, хатка падает, здесь имморталы криво дерутся против реводжеров сейчас, но Стрэндж там кидает штормы, отгоняет реводжеров, еще Шторм пошел, минус все в итоге реводжеры, 133-66, 1-1 напряженная битва была между Стрэнджем и Фрэндом, я прям не ожидал даже, что такие интересные игры будут в этой паре, я думал, что Стрэндж безоговорочно тут хворит, нифига оказывается не так все просто здесь у нас так, захожу в лобби вот, кстати, Фениксов у Стрэнджа вообще не было, наверное, было бы пытаться как-то все-таки свечку это воздух, наверное, сделать Зергу, попытаться да, на Аргил стримил информацию на Твич давно не врубал, потому что все больше как-то рестримы шли ну, сейчас на Бабролигу Твич можно спокойно врубать кстати, китайский турнир до этого стримил, забыл эту вещь врубить ну, постараюсь помнить об этом просить его постоянно это делать перерыв после четвертой пары небольшой сделаем я бы даже после пятой бы сделал потому что это было бы ровно половина бы тогда Кавелина, они ко мне, вопрос не надо, пожалуйста, задавать каждые вот такие вопросы блин, как развернуть экран, блин как приготовить утку с яблоками, я не знаю в чатике это можно спросить, во-первых привет лук, привет всем, почему нет Блая? Блай и Лейзер были дисквалифицированы, это как слово неправильное в данном случае были заменены на Джаракуса и Френда как раз таки, которые двух игроков, которые были ближе всего к вотам в отборочных почему, потому что и Лейзер в Китае на турнире Голд Сириес поехал вон туда, Аблай поехал на море ну, и Аблай говорил, что с морем надо поаккуратнее, там дно близко как бы и может лучше в Китай поехать тоже, но в любом случае как бы Аблай тоже не смог играть, а мы решили побыстрее турнир провести, потому что в конце месяца там достаточно турниров там китайский вот этот турнир будет, правда там рестрим только к сожалению будет почему, потому что на китайском сервере будет это проходить из-за их фаервола этого очень большой пин, жесткие лаги, ну и чтобы не было лагов в игре приняли решение организаторы вот так вот стримы через рестрим пилить, но буду официально тем не менее стримить и кунг-фу-кап будет в конце месяца начинаться китайский, а там уже Азия там будет уже в игру можно попасть официально вот так что все нормально будет ну и что-то еще там, может что-то подзабыл, не знаю, точно вам сейчас не скажу тренч блочит третью хату сейчас с пилончиком заходит минус пробка, увидел что нету вообще рабочих там практически ну и что, здесь прессинг будет понимает ли это Стрэндж, не уверен пришли линги, два реведжера, третий может второго училинга, заходит Стрэндж это видит сейчас, но у него не фа... блин, у него вообще нечем отбить нечем отбиваться, у него Сталкер, Адепт и две СН3, все оверчаж, блин, оверчаж еще по лингам вместо реведжеров сейчас атакуют мазеркор, конечно, дэмэджем помогает здесь отбиваться оверчаж нужно ставить на дальний пилон Стрэнджу сейчас строчу, как же долго он соображал все пилон зафокусили, блин, надо раньше, гораздо было раньше сейчас оверчаж ставить минус один реведжер сейчас отгораживает лингов сейчас пилдом, кстати, хорошо пробками здесь законтролил, готов зилок, зилок тут набрасывается на всех, зилки они такие, ребята, бесстрашные но заходит наверх сейчас Стрэндж и у Стрэнджа просто гигантские проблемы если он каким-то чудом отобьется, у него будут шансы минимальные на победу, но я боюсь, что отбиться здесь очень тяжело будет хотя сейчас падают реведжеры, пилоны восстанавливаются, фаербуллы летят, филды Стрэндж ставят на всякий случай так, Сентрио отдает в итоге, мазеркора есть 50 уже энергия, нужно оверчаж ставить вот сюда Стрэндж ставь оверчаж, же ты ну как Стрэндж соображает, что-то злого где оверчаж, а, он хочет оставить на вторую базу оверчаж, здесь линги без мула идут, у Стрэнджа полный блок рампы сейчас, но он сейчас этот полный блок исчезнет, рампы, линги забегут, филд пошел хороший, пилончик пока жив здесь один реведжер до сих пор жив, 6 пробок минус, уже рабочих меньше у Стрэнджа, чем у Фрэнда причем линги сейчас сталкеров, Сентрио все на халяву сгрызает, пока мазеркор здесь справлялся во-первых, еще 2 пробки погибло, во-вторых, лимита уже рабочих больше у Фрэнда блин, Стрэндж терпит, 17-31, парабам, не, ну если он отобьется, минимальные шансы, конечно, остаются еще, но они реально минимальные пытаются пробок по фокусе сейчас, пробки еще не все при этом всем добывают ресурсы одну пробку отводят под уверчаж, ну, и приводят обратно, что Стрэндж такое делает, я не понимаю, пилон нужно отменить было, почему-то потому что не пройти теперь адепту будет, здесь застройка полная, нужно бустить рабочих здесь 3-я хат сейчас пойдет, блин, я продакшен убрал, прошу прощения, ну, 3-я хату не поставить, пока есть пилоны ошибка сейчас очень сильная от Фрэнда, какая, он не встречает адептов, это был фейл дронов подбревает Стрэндж, 3 уже минус, 4 минус, 5 минус, прямо дроны принимают бой, Стрэнджу нужно было встать сюда, но ошибка от Стрэнджа, что не встал, он за минерал, но 8 дронов минус, ну, ну, посмотрите, парабам 31-20, все равно печаль на третью хату ресурса есть, зерк в плюсе по всем направлениям сейчас и у Стрэнджа еще так застроился проход, что ему нужно будет здание убивать, чтобы выйти, блин, ему это вообще сейчас абсолютно не нужно, Стрэндж все ресурсы, все минералы бросает на восстановление экономики, не добывает газ, вообще у него газа достаточно, 3 сотки было ну что, Твайлайт практически готов, заказана скорость атаки адептов о, вупевший, да ты стихоплет, как обычно, что тут говорить 48-62 по лимиту, экономику Стрэндж медленно, но верно восстанавливает скорость атаки адептом делается, шансы минимальные сохраняются в этой игре почему-то не отображается боевой лимит на этой карте, я чуть не понимаю, почему потери, видите, близки ну, боевой лимит, соответственно, у Стрэнджа 20-ка, здесь чуть больше, чем 20-ка, 25 в данный момент у зерга спайр заказан, свитч мутку идет, свитч мутку убьет, скорее всего, Стрэнджа, если он никакого выхода не сделает и не попытается подбрить сейчас зерга зерга там камни пробивает, стироучи, мало лингов, немного мало, мало это немного, явно да, пилончик Стрэндж пробивает почему-то вперед пока не идет до варфа адептов идет еще 13 адептов сейчас будет, что есть? 9 роучи, 19 лингов заходит Стрэндж нужно иллюзии посылать сейчас посылает Стрэндж иллюзии? Нет, не посылает ничего, где иллюзии-то? Пошли иллюзии возвращаются роучи, возвращаются линги, адептов реально очень большое количество линги на муви забегают, в адептах отдаются, телепорт на вторую базу нужно телепортироваться сейчас на мейн куда-то адептами, я не знаю, иначе роучи слишком много убьют, так, дрончики погибли роучи заходят на адепт, роучи получают дэмэдж, нужно покусить стараться роучи иначе беда, адепты заходят минус королева, спайер Стрэндж спалил в итоге зерг в спайере ничего не делает, 12 дронов уже минус нул Стрэндж, 76, 72 камбэк, посмотрите, рабочих у Стрэнджа уже больше, ошибка от Френда сейчас то, что он не встречал этих адептов, он просто не видел, как они заходят и в итоге вот что случилось, сейчас поздний телепорт, правда Стрэнджа, он теряет адептов много очень, но 3 на мейн телепортнутся, и еще дрона минус, 21 минус, 4 муталиска уже ничего не изменят, скорее всего в этой игре, 47, 26 по лимиту, ё-моё просто пришли адепты и все развалили третий третий некст у Стрэндж запиливает делается блин, кстати сталкеры как-то нагловато стоят мутка собирается ворваться мазеркор тоже не на мэне, сейчас контратака на мутке идет у Стрэнджа проблемы, пробки уводить, сейчас 3 погибло уже 4, игра приобретает очень активный такой характер напряженный, спалил еще сейчас даркшрайн у нас френд спалил муталисками улетел третий некст у Стрэндж, что-то тут я не понял он то заказывал, то отменил теперь уже третий некст у Верчаш на пилоны выставляется 2 муталиска Стрэндж сбривает 2 здесь всего остается переводить на мэне надо 8 пробок и Зерк там тоже отстроил рабочих сейчас короче экономика сравнялась и игра становится более-менее ровной потомочку Стрэндж добавляет здесь у нас спорки заказаны френдом 2 на второй базе одна на третьей на мэне не делается пока сталкеры приходят с энтрёй, сталкеров достаточно много муталисков добавил сейчас френд где блинконтроль то они вот наконец-то блинконтроль пошел сталкеры проходят дальше чуть-чуть муталиски падают блинконтроль у Стрэнджа очень хороший нужно прирост сюда подводить блинков вовремя не было сейчас они выходят и блинконтроль продолжается блинконтроль хороший вообще ничего не теряет разменивается сейчас идеально практически вот в этот проход лезть ни в коем случае френду нельзя а в сервер прилетел нужно уходить потому что посмотрите парей нигде нету но размер сейчас конечно сталкерами был очень хороший хороший контроль от Стрэнджа был мне понравилось идеально на каждого сталкера от блинков никого не отдал что и нужно в такой ситуации когда ты находишься в полной попе ну что иммортл строится давар в центре идет френд муталисков пытается подмасить 8 есть и 311 11 уже серьезное количество и Стрэндж не готов их встретить хотя не мазеркор есть на мэне мазеркором нужно уверчажа просто вовремя поставить сейчас мутка залетать собирается вот она залетает Стрэндж реагирует уверчаж пошел раз второй не стал пока выставлять отогнал муталисков пойдет ли Стрэндж вперед пилончик есть для того чтобы идти вперед да варп я вижу еще идет так иммортл пытается френд сбрить уверчаж пошел нужно отгонять два уверчажа даже от Фрэнда пошло Стрэндж выдвигается вперед Френд пытается пошатать пилоны сейчас может умереть сейчас дома зато Френд 49 энергий 50 энергий можно еще один уверчаж выставить пилонов много сбрил сейчас Френд Стрэнджу но Стрэндж приходит к третьей хате а по земле то у Фрэнда ничего особо нету иммортл нужно прикрыть не так просто это оказывается сделать дарк сверху откуда там прибегает не понял я откуда и при... так Стрэндж продолжает прессинг у адептов скорость атаки есть линги в итоге этому миксу не страшны муталиском вернулся Френд Стрэнджу нельзя отступать мутки дохрена если он отступит это гг муталиски просто убьют его 20 муталисков здесь есть ой 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 и гвардиан шилда кстати нету архонт бы из дарка не помешал бы Стрэнджу сейчас так принимает бой линги набегают адепты с лингами разбираются фаерболы пошли очень хорошие муталиски пытаются именно сталкеров подбривать новый прирост сталкеров приходит 14 сталкеров 13 на 16 муталисков нужно блинком контролить очень хорошо иначе мутка развалит адепты землю разваливают муталисков стрэндж разваливает еще 8 муток до варп сейчас до варп сталкеров идет на медленный пилон долго придется ждать 10 муталисков от френда ой 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 он перемасил воздухом просто сейчас недостаточно абсолютно сталкеров Стрэнджу ему нужно принимать бой бой он не может принять прямо сейчас почему он не продолжил пуш то боялся прироста лингов сейчас очень сильный адепт еще отдельно от сталкеров подает Стрэндж что ты делаешь начинает Стрэндж тупить экономику вообще Стрэндж кстати говоря свою не восстанавливает в данный момент отступать уже смысла я никакого не вижу до варп дарков будет архончики слиты но еще попробуй заставь муталисков в лоб с архонами драться они сейчас полетят в размен а к размену к такому Стрэндж абсолютно не готов абсолютно вот мутка вылетает уже находит секундочку да конечно просто не активен надо идти сейчас сразу в размен Стрэндж идет талкерами вперед муталиский пилон убивает но нужно возвращаться Стрэндж видит вот нужно пока мутка улетела что же ты делаешь Стрэндж ема мута улетела он дерется с хат им нужно было лингов ревозера убить сейчас все соединиться и вместе будет драться мутка не успевает вернуться третья хата падает двеночный четыре сто тринадцать какое напряжение в этой игре просто абсолютно равная игра происходит так ну что пошел контроль архоны очень сильно сейчас танкуют дэмэдж наносит жестокий френд не фокусил архонов это такая ошибка ужасная сталкеров в итоге остается достаточно много но мутки ну очень много здесь и есть атака у муталисков сталкеры вообще без грейдов до варпа от стрэйджа не вижу он не успевает просто варпить он занят контролем сейчас но контроль демонстрируют хороший спора нету ну где же варп еще так муталиски справляются со сталкерами варпа не будет пятьдесят четыре семьдесят кажется френду хватило для обороны здесь хотя почему хватило то третьей хаты нет стрэйджу сейчас дома нужно просто отбиваться принимать бой до варп сталкеров идет еще 4 только один гейт отключен нет не 4 семь сталкеров варпанулась в итоге восьмой восьмой гейт отсутствует просто-напросто мазер корн нужно вывести сейчас к третьей базе очевидно что зерк сюда пойдет стрэйдж выводит фууууууууу Sustain Пошел оверчаж, муталиска отгоняет Стрэндж, еще прилетает мутка, линги здесь, давар дарков, из них сливается архон, грейды у Стрэнджа отсутствуют, вот его главный косяк здесь и слабость, 41-37, здесь хата восстанавливается, золото прокси ставит зерк, иммортл выходит, нахрен здесь он нужен, вообще ресурсы нужны на сталкеров все тратить, мутка залетает, Стрэндж не готов мэн встретить, пошел в размен, прямо там, и с такого расстояния, ё-моё, дает убить мэн, но это ошибка сейчас со стороны Стрэнджа, хотя размен будет с его стороны силен, боевые лимиты практически одинаковы, нужно лингов заставить драться до прилета мутки, френд не контролит лингов, ошибка без лингов не сможет муталиски побеждать, мутка там атакует, Стрэндж уже начинает наламываться, вот это золото, кстати, может в итоге зарешать, что-то Стрэндж бегает зад-перед, с энтри, куда пошли, что происходит-то, с энтриами вообще тяжело будет драться сейчас, Френду, Стрэндж заходит, боится на рампу зайти, почему? Муталисков боится сейчас, линги пытаются сзади зайти, Стрэнджу нужно идти в размен, Френду, простите, нужно идти в размен, он это и делает, он понимает, что вот она его спасение, третья все равно не добывается, смысл терять всю армию на защите третьей базы, Еще один Дарк приходит, так, здесь 4 оверчажа было выставлено сейчас, это, конечно, много, но не справляются, они Дарк будут, Дарк лингов хочет убивать, Стрэндж Дарком лингов хочет убивать, но контролил сейчас, Оверсира привел у нас Френд, Дарк в итоге не зарешает, 77-84, до конца непонятно, что, кто побеждает вообще, никто пока не побеждает, Все будет зависеть от принятых решений сейчас, в данный момент, и победит тот, кто лучше подерется, Стрэндж обнаружил хату золотую вдали, здесь у нас Дарк плюс 2 зелка плюс адепт, причем Дарка нечем обнаружить, Дарк нарезает очень жестко, Стрэндж идет на мейн, видит мутку на мейне, нужно принимать все, нужно оверов убивать, чтобы соплай блок был у зерга, Дарк режет и режет, просто тут в пачке рабочих, принимает бой, сейчас Френд, иллюзия от Стрэндж, вовремя до варпина, Архона отфокусил сейчас Френд, но Гвардин Шилд решает просто не очень жестко, это минус Френд, 47-30 по лимиту, похоже, что минус все-таки, Сталкеров хватает, начинается, блин, контроль, муталиски пытаются Сталкеров убить, иллюзии мешают, сейчас внимание рассеивают немножечко, Фуф, Стрэндж был на волоске просто от вылета, но Френд в итоге не справился, Стрэндж подрался лучше, я не понимаю, почему Френд просто не убил эту пробку и не пошел в размен, ему нафиг не надо было в лоб драться, я считаю, но он проанализирует эти игры, посмотрит реплеи, и большое спасибо ему, говорю, за участие в нашем турнире, вместе их за подаренный такой матч великолепный Бо-3, четвертый, четвертый, четвертый матч ждем, Вердос против Блэк Темплара, начнется очень скоро, фаворит, конечно же, Вердос. Молодец, я ему резвый ковбой, смотрю, но не надо другим кайф портить, Захожу в игру Захожу в игру Ну, для кого-то Блэк Темплар, фаворит, естественно, для кого-то Вердос. После вчерашнего матча с Хэппи, я думаю, без сомнений, это Вердос. Ну, а я вас еще раз призываю поддерживать данный турнир, чтобы было больше, ой, больше таких матчей крутых, ну и меня, мой канал, тоже не забывать поддерживать, знаете как, реквизиты в описании через плеер, отключенными отлуками, премиумами, ждем начала этой игры. Захожу в игру Почему на топ высокий коэффициент? Ну, во-первых, сервер, наверное, не очень ему, я думаю, ты это прекрасно понимаешь, здоровый Аверс. Плюс Плюс стирал еще неплохой игру Так, что происходит, воды еще много Ну что, от Вердос ФП Ну что, первая сенсация чуть не родилась сейчас, недавно буквально это было, естественно, игра Стрэнджа против Фрэнда. Фрэнда был очень близок прямо к победе Ну, вот Стрэндж, кстати, у Стрэнджа на Бабролиге, вот, что с Ревой на прошлой Бабролиге, я не помню, на каком турнире Стрэндж с Ревой играл, там он еле-еле одолел, там настолько близкие игры были, что здесь прямо 2-1 серия и какие игры До последнего, вообще просто до последнего замеса непонятно, кто победит Да и в замесе там не сразу ясно стало Ну вот Фрэнда очень сильно недооценивает, недооценивал этих Архонов постоянно, конечно Архоны очень сильные против Муталиска в таких битвах, нужно их сразу пытаться фокуснуть как-то Но если стэком будешь пытаться фокуснуть, Архон сам тебя может фокуснуть Ну что, два сталкера заказаны сейчас Сначала были, потом что-то Эвердос передумал и заказал адептер все-таки А, он увидел, что происходит, он увидел, что здесь Так, здесь барак, реактор, ЦСшечка у нас билд Хм... Мазерфор прилетает Минус КСМ-ка Бёрнингу Марики возвращаются В это время Адепты на вторую базу Или на мейна не прорываются Вердос вынужден сделать телепорт домой Ну КСМ-ку подбреет Стенки нет, поэтому можно выйти Спокойно, было бы 3 Адепта Можно этих Мариков было бы легко достаточно убить Но 3 Адептов нету, поэтому Не убейтесь, 3 Мариков будет Вердосу Адепт попадает сюда Вердос пытался зайти, ошибка просто Ужасная, сейчас 2 Адепта Потеряны в итоге На КСМ-ку и 3 Мариков развинял Вердос 2 Адепта Мне кажется, не кажется это невыгодный Размен, здесь не Эксус Пилон заказан А вот Интересный прокси момент Здесь такой присутствует Прокси с торги, с оракулами Твайлайт заказан Вердоса после всего Это будет Я не знаю, что это будет Это могут быть и Дарки, может быть и Блинк Может Адепт на скорость атаки Вижу гейт на верхнем Вот этом прокси с торгите Эпилоне Это значит, что Будет еще и пуш в итоге Какой-то происходить Так Так, он хочет Вердосу сильно покуснуть Покуснуть не получилось Прилетел Не убил ничего Оракул, который не смог Как говорится Уже и Викинг здесь есть Уже танки строятся Адепт на Блинк пошел Если это Блинкаться Он там собирается Кстати, ситуация Вот если Тиран сейчас все правильно будет делать У него великолепная сейчас ситуация И в принципе По билду Тиран тоже абсолютно верно все делает Танки перестраховывается Причем танков нужно пару штук заказать Что тут на Мэйне где-нибудь один был Один на второй базе, к примеру Мидивак там построить Либо чтобы перевозить его Вот, ну что дальше будет Заметьте тоже, конечно, важно Так, Оракул залетает КСМ-ку минус ну На Мэйне, кстати, никто не контролил Минеральную линию Но не стал туда Вердосу Урываться Хороший врыв Приехал свою КСМ-ку убил Циклон сейчас Лэк Тэмплар Но это какой-то, видимо Через Аклик сюда повел И попал на КСМ-ку Не знаю, почему так произошло Конечно же, это ошибка контроля Не сказать, что прям ужасно Но своих рабочих убивать не очень Оракул летает Патрулирует Периметр, есть либератор Есть викинг, есть циклон Что-то настроил И викингов, и либераторов Там, и циклонов Третья СЦ-шка пошла Ужасная, я считаю, ошибка билда Тирана Вот я хвалил до этого билд Но сейчас я вижу, что билд не очень Почему? Стимпак тебя просто прилетел Протас Адептами ничего не нахарасил Оракулом ничего не нахарасил И ты просто сидишь Как бы пассивно Что-то там ждешь Надо сразу Стимпак пытаться Уйти в грейды Там и ЦЦ-шку Третью Быстрее намного У тирана Ни то, ни все получается Либо ты сразу После этого адового халяви Сразу же ЦЦ-шка Сразу же там грейдики Там Туретчики оборона Либо уже как-то Более агрессивно С ним пораньше Делать Потому что вердос тут У него ничего нет А он живет халяв Тиран выйти не может Вообще никуда Третья нейтус тут ставит То есть еще ситуация Вполне нормальная Вот я говорю Очень многое зависеть будет От дальнейших действий Тиранов Аракул прилетает Вот харасил немножечко Но минус Аракул В итоге Обнаглил вердос Маленько Циклон не отпускает Наглецов таких Тем более ему нужно Реабилитироваться За КСМ А то разжалуют Командование Все больше и больше Сталкеров У вердоса Причем уже Вот Вот еще минус Такого стимпака Позднего Сейчас вердос придет Агрессивно Блинтнется Сюда В танке Вердос Странные Какие-то вещи Делал Против танков Контролить От блинком Назад Вот Когда надо Нет агрессивного Блинка А когда не надо БФ БФ Вперед Просто Летит У вердоса На 200 лимита Там тирана 111 107 Ну кстати Восстановило Уже Паритет В этой игре Все в порядке У вердоса Здесь Тиран на третью Сашку Ухочешь Тимпак Щиты Скоро будут готовы Плюс 1 Так Свинки Вопрем Те Изи Могу Запилить Скажешь Когда Ну что Загружается Здесь Бёрнинг И разгружается Сразу Третью Сашку Решил оборонять Вон где У вердос Прирост Вообще Рядом Здесь Находится Вижу Чаш Вижу Архончиков Сейчас Добавляет Вердос Лимита 103 4 На 142 Скан Пошел Вердос Выдвигается Вперед Но Бёрнинг Кстати Всю армию Не видел Но он Понимает Что К нему Выход Идет Абсолютно Точно Довар Пойдет Сейчас Наверх Зилков Новеньких Вижу Дорков Довар Это Архон Будет Естественно Нужно Атаковать Вот через Этот Проход Вот Акликом Поджимать Тирана Краю Карты Вот Отсюда Атаковать Где Сц Стоит С этой Стороны Здания Это Ошибка Будет От Вердос Мне кажется Он Пошел Именно С этой Стороны Посмотрим Чем Доделывается Либератор Раскладывается Либератор Минус Сразу Второй Раскладывается Второй Пока Живет Нужно Отступить Назад 137 109 По лимиту И Берлинг Разбирает Здесь Вердоса Обратите Внимание Но Вердос На Отступление Несколько Юнитов Тиран Забирается Сцшку Вынуждено Вести Был Тиран Сейчас Зачем Сцшку Водил Не знаю Ну что Мариков Мародеров Уничтожил Сейчас Вердос Большое Количество По лимиту Приблизился Боевой Тоже Очень близок Но Под танками Бегать Не стоит Вот так Под либератора Сейчас Не влезает Сталкеры Бьются Архон Влез под либератора И понял Что Ошибся Потому что Второй залп танка После либератора Просто И минус Архон Довар Взялков С Андре Еще Из дарков Архонов Сливать Невыгодно Уже не раз Говорил Особенно В таких Прессингах Хотя С другой стороны Вердос На третьем Ницусе Не имеет Газа Ни одного И при таком Раскладе Ка газа Мало Архонов В принципе Нормально Сливать Из дарков Но Нахрена Это делать Если можно Запилить Газ И Сливать Архонов Из Псиштормовиков У тебя Будет Больше И Зилков И архонов Так Здесь Дарк Один Зашел Скан Минус Дарк Чуточку ФП Тирана Вижена Нет Ни хрена Еще Проблема Очень Большая Большая Ну что, 129-128. Четвёртый Никс уже овердосы готов. Вообще не добывается. Под Либераторов. Блинк сейчас агрессивный. Пожалуй, танки разбирают сейчас талкеров. Но Либераторов успел вердос фокусить. Сфокусить это ключевой момент. Зилки танков вообще на халяву разбирают здесь фактически. Фениксы ничего не решают. Здесь не законтраливают. Либераторы ближе сейчас подходят. От Блэк Темплара сентрять. Чудом выжило сейчас. Нужно поля и подождать, пока может немножечко отрегенится. У него Гвардиан Шилл, кстати, сейчас будет. Фениксы и овердосы добавляются. Так и не смог сейчас Блэк Темплар выбить этот уголок, откуда овердосы всё прёт просто. Ну что, 2-1. Вторая Паржа заказана у увердоса. Сталкеров до варка ещё идёт. Фениксы на халяву залетает. Либератор минус раз. Второго не получилось фокуснуть. Если бы продолжал фокусить сейчас Либератор у нас. Вердос потерял бы много Фениксов на этом фокусе. 140-138. Пуш всю игру идёт просто от вердоса. А тиран всю игру отбивается. Грэйды хоть начал делать. Вердосы то хорошо. Четвёртый Никсус добывает. Но, правда, газ не добывает на четвёртом. Нифига. Так, здесь Фениксы летают. Питаются вердосы халявно здесь на подрезать. Кстати, здесь прирост халявный идёт. Можно сюда встать и подрезать. Разложился танк с Медиваком. Медивак Вижн даёт сейчас. И танк стебает по Старгейту. Здесь находят Либераторов халявных вердос. Сплит Фениксов идёт интересный. На две минки попадает. Но у Фениксов сливает несколько штук вердос. Где-то три, по-моему. Но и три Либератора забирают. В данном случае считают этот размен выгодным для вердоса. 2-1 у вердоса грейды сейчас будут готовы. Такие же, как у Тирана будут. И нужно продолжать делать эти грейды дальше. 3-2 делать, конечно. И Мортлых подстраивать. Звуков всё больше выше Архона. Почему Шторм не хочет вердос делать, не знаю. Так, третью атаку. Они за кого-то заказывают третью атаку. На четвёртый тут дальний уже газ нужно начинать добывать. Субтитры делал DimaTorzok Гостакадемия. Что-то я приуныл немножечко. Смотрю, что происходит. Но затишье после такого пуша наступило. Дробку вердос принимает. Фатоночку одну ставит. Нексус отменил, правда. Пятый, ну же пятый вердос у Нексуса ставить. Заново. 187, 187 по лимиту. Тирана 2-2, грейды 3-я атака заказана. У вердоса 3-2 делаются. 2-2 сейчас тоже будет готово. Колоссов добавляет. Третья атака. Кстати, почему-то по Фаржа 1 всего бустится. Ну, опять же, бустится 4-й. В Нексусе не применяется. Как ужасно сейчас Либераторов привел Лэк Тэмплар. Но все-таки в итоге разложил. Эвердос вынужден отблинкнуться немножечко назад, чтобы сталкерам дать пройти. Но, кстати говоря, Эвердос выгоднее подрался. Либераторы ужасно сейчас подставляются под сталкеров. Эвердос всех отфукусил. Здесь есть Архон, Колосс. Все это под Гвардиан Шилдом. Архонов укуснул сейчас Тиран, но и Мортлов укуснуть не может. Что-то сталкеры агрессивным блинком вперед сейчас ставят практически точку в этой игре. Почему? Потому что последние добывающие базы Тирана убиваются. Хотя это уже кончилось фактически, но здесь газ, здесь важная эта база была. По лимиту проседает. Ну, планетарку навряд ли Эвердос. Хотя, если всеми пойдет, и планетарку легко выбить. Да и Тирану нечем ее просто прикрыть. Сзади-то даже наломиться на Эвердос. На золоте Нексус ставится сейчас. Пятый, почему-то здесь так и не восстановил. Блин. 1-0 все-таки Эвердос. Ну что, ждем, что? Ждем следующую игру. Ну что, ждем. Ну что, ждем. Продолжение следует... Ну что, ждем. Продолжение следует... Так, карты пока нет. Ну что, Бёрнинг говорит, что орбитальная верфь, вторая карта ваша сейчас захостит, ждём. Нет, внутрь Гвардиана зайти не поможет от урона, я так думаю. Не настолько Старкрафт прям реалистичен, просто если есть Гвардиан, то всё, урон режется, насколько я понимаю. Хотя, хотя, тут нужно всё смотреть. Я думаю, что если внутрь Гвардиана зайти, то всё равно он будет работать, как бы урон резаться будет, рейнжовый. Ну, вот знаешь, как Гвардиан не работает, например, роучи атакуют, да, как бы, и гидралиски с рейнжа, то да, как бы, урон тогда режется. Но, когда они вплотную стоят, у них анимация идёт, что они там когтями, лапами бьют вплотную гидрала и роучи, тогда урон не работает. Ну, я не видел анимации, чтобы тираны, например, вплотную маленький прикладом кого-нибудь слепили, просто роуча забивали там все вместе или зилка, вот. Ну, следовательно, наверное, он не режется у тиранов. Кстати, было бы прикольно, если такая анимация была. или мародёр топтал там к танк гусеницами, тогда вдавил и пытался бы там. Ну! Ну, ты. Ты, ты. задом. ТАНТЫ Лайтер К вас является очевидно, Г Так, КСМ поехала вперёд, гейт готов, Нексус заказан. Ближний бой в штыковую, и Гвардиан не работает, да? Прикладом под стимпаком. Ну что, приезжает тиран на разведку, видит билд, видит то, что Нексус после гейта, а потом кибернет, стандартный абсолютно билд. Здесь у нас риперы, летит вперёд. Ну, штыкнул, и это слишком жестоко, тогда запретят сразу везде. Поэтому не вводит такое. Ну да, зелка в рукопашную. Это прохладная история, согласен. Ну что, робо готово. Вот это уже вообще подозрительно, то есть это Immortal Push прямо из дома что ли? Как-то, ну, зачем Вердосу и Морфлу сейчас, я не знаю. Так, ну. Субтитры создавал DimaTorzok Свинкила Куда закидывал-то, пока на Киви Ничего нету Ну что ему... А, нет, никакой Не Immortal Push, призма полетела Интересно Интересно, сейчас вылет Сканет Black Templar видит то, что Здесь роба есть То, что он убустится, видит два гейта Но он не понимает тайминг роба, я думаю, сейчас Медленно, но верно, призма летит сюда Останутесь и Минка и Циклон Твердос прилетает, ошибка Призма потеряна, но успел хоть дропнуть юнитов своих И то хорошо Несколько КСМ-ок убьет Точно абсолютно Четыре Три-четыре уже падают Марики приходят Да не Мариков, здесь КСМ-ок надо пытаться побольше Пять Шесть не получает забрать Шестую забирает Immortal попал Вот сейчас прикладами могли бы его забить одного Раскрутить на винтике Я понял, что туда Но пока там нет ничего Видимо, задержка какая-то определенная присутствует Ладно, сейчас после игры тебя возьму В любом случае Сейчас неудобно Как раз сейчас перерыв будет Ну что, третий Нексус Если, конечно, кончится Победа Эвердоса Эта игра, если нет То, конечно, там будет третий Но потом, в любом случае После четвертого матча Будет минутки 3-4 перерыв Вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пробивает камни сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Скорость атаки адептам готова Плюс один тоже сейчас доделается И с плюс один адепты уже бодренько наваливать Начнут, на самом деле, дэмэдж Эвердоса неплохо Рабочих разваливает Все, КСМ-ки за два удара убиваются Скорость атаки готова Десять КСМ-ки минус Двенадцать Минус тринадцать Четырнадцать Так, два мула готова Один из них упадет Второй выживет Еще и мула на сто восемьдесят Тирана минералов опустела Винтиков Винтиков то иммортла нету, может Но он точно не цельный Как он может быть цельным? Он же не биологический Видите, у него ножички Все это стыкуется Вон, смотри, какой же цельный Шуч, ты не видишь? Вон там Все какие-то разъемы Не знаю Какие ключи к нему подходят? На пятнадцать На шестнадцать Или на сколько? Или вообще Чем там Это все Делается у пропсов Наверное, силой разума Пропсов Они, ну Не любят Орудовать инструментами Вердос идет вперед Но лимит-то равный Абсолютно При таком раскладе В лоб продавить будет Практически нереально Адептам иллюзию посылают Проверяю, что происходит Два танка Либератора Би его много Ну что, врыв адепта пошел Заходит Вердос Странный какой-то врыв Либераторов Укуснуть здесь особо И нечем Но адептов Ну очень много Они прям в био Ворвались Прям там все Разложили Хотя нет Посмотрите Либераторы Переразложились И Бернинг Короче говоря Случилось следующее Адепты дрались Без какой-либо Поддержки С био-тирана А все остальное Убили либераторы В итоге Поначалу Оказалось Что вроде как Адепты разваливают Но им на помощь Никто не пришел И все-таки Там еще потом В какой-то момент Дефенс-дрон Был выставлен Тираном Так что Либераторы Вообще Не погибли Один там По-моему Погиб Может быть Два И адепты Развалились Тоже Там мародеры Одни остались Мариков Было уже Минимум И Естественно Адепты Мародеров Не смогли Нормально убить Бернинг Выдвигается Вперед Очень похоже На 1-1 Вообще Советский Семейный Ключ Да Там Фазовые Кузнецы Приходит Там Артанис Ну что Как там Бюджет Что делаем Да ладно На гвоздик Застебаем На 200 Сотки Бомбил Не Не на гвоздик Шурупы Молотком Бомбил Куда просто У нас бывает Иногда Когда надо Ну что Либераторы Здесь Минус Био Минус Прирост Вот Посмотрите Какое гигантское Количество Юнитов Тирана Где-то Сзади Было Если бы Они Все Сейчас Оказались В замесе Берлинг 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 Развалил Пока Я тут О шурупах Размышляю О гвоздях Так Что такое Дело Вердос Опять Идет Контра Атаку Грейды 2 1 У Вердос Здесь 1 1 Либератор Раскладывается Фокуса Либератора Нет Стимпатч Берлинг Дальше Не полез И правильно Сделал Все Простимпатч Либератор Сзади Остался Грейды 2 2 Заказано Лезть Особо Некуда У Вердос 4 Никс Заново Восстанавливается Сейчас Ну что Тиран Живет По лимиту Вердос Опять Вперед Вырывается Ну Пора Подумать И он Уже Подумал А 4 Базе Вот Она Летит Это Должна Быть Планетарка Обязательно Чтобы Не Отвлекаться На нее Сильно На Всякие Забегания Тем Более Вердос Очень Агрессивно Играет И Понимает Берлинг Что Планетарку Запиливать Парабам Ситуация Ровная Фактически 58 59 У Тирана Есть Еще Мулы Поэтому Экономика У него В плюсе Но Вердос Делает Ставку Именно На Боевой Свой Лимит На Контроль Увернулся Вердос От Минки Сейчас Либерат Пару Залпы Сделал А у Бротусов Что По Грейдам Просто Главный Говорит Бейте Сильнее Ребята Всем Через Скалу Они Бьют Сильнее Хотя После Компании Хау Тоже Больше Нет Но Он Так Говорит Просто Передает Вердос Прессует Против Шторма Контры Нет Либераторы Все Три Вообще Забыты Где Контроль Бернинг Что Что Происходит Либераторы Где Сзади Вот Вспомнил Про Что Есть Такие Юниты Как Либераторы Прилетает Вперед Часть На Муви Сливается Здесь Пытается Вылечить Энергии У медиваков Недостаточно Но Хоть Здесь Отбился По Лимиту Пока Еще Шансы Есть Какие-то Минимальные Штормы Проходят Просто Жесточайшие Падает Планетарка Падает Армия Сейчас Тирана Судя По Всему Все Таки 2-0 В пользу Вердоса Оказалось Что Уже Вот Вот Минус Вердос Будет Ну Как-то На Опыте Вердос Здесь Тащится С одной Форжи Грэзы Делает И Тирана Не Отстает 2-2 Сделал Ну Что Призма Сложилась Улетает 140 140 126 Лимиты Сейчас Ну Берлингу Есть Шанс На Последний Выход В принципе По Грейдам Правда Уже У него Плюса Не Будет Но С Либераторами Можно Попытаться Что-то Сделать Но Я Вижу Что Против Штормов Берлинг Не Готов Сажаться Пока Тут Либератор Прилетает Блочек Дальнюю Базу Есть Грейд На Раскладку Блин Еще И Грейд Раскладку У него По-моему В том Замесе Был Просто Забери Отсюда Три Либератора Вот Сюда Под Планетарку Отступил Верди Зашел Вот Сюда Просто И Потом Еще Поднялся Вот Здесь Разложить Чтобы Он Не Так Долго Что Вердос Действует Как То Пеникс Прилетает Либератора Выбивает Наконец 159 134 Нет Вердос Решил Все Так Пойти Вперед Адепты Есть Ну Их Иллюзия Разведка Хорошая Можно Посылать Вперед Спокойно Сейчас Агрессивный Блинг Либератор Раз Минус Второго Не фокуснул Полный Бравал От Вердос Что Ты Делаешь Вердос Но Превозмогу Просто Говорит Бердинг Своим Юнитом Стоять До последнего Но Под штормом Лучше Не стоять И До последнего Это не значит Что Обязательно Под штормом Нужно Стоять 148 129 Но Вердос Тоже Не получилось Продавить Зато Пятую базу Занял Сейчас Мейн Вторая Уже Кончилась Есть Либератора Есть Либератора Либератора Фениксом Законтроливает Вердос Но Второго Сейчас Либератора Не сможет Только Новым Фениксом Может Прилетевшим Этот Погибнет Конечно Идет Вперед Есть Гасты Наконец-то Гасты Так Пошел Ужал От Шторма Еще Один Скины На Грейды Но Это Прикольно Но С другой Стороны Это Будет Халявно Чем Тем Что Так Нужно Прокликивать То есть Грамотный Игров Прокликивает Всегда Увидит А неграмотный Будет Бегать И не Понимать Ситуации Зачастую 162 131 Лимит Увердос Хороший Каких-то Темпестов Он делает Какие Темпесты Здесь Бегает Контролит Карту Что-то Мудрит Так Залетает Феникс По Фениксу Минка Делает Залп Там Пошел Стормовики Заходят Либераторы Перераскладывают Ввердос Заходит Видит Что Здесь Ловить Нечего Уходит В это Время Сталкеры На Четвертую Зашли Здесь Орбиталка Не Прикрыта Ничем Сталкеры Хорошие Сейчас Наносит 8 Ксм Уже Минут Мародеры Прибежали 4 штуки Плюс Марик Заленкиваются Если Ты Хочешь Победить Либо Уйти Сразу Гасты Идут Вперед Все Штормовики Кроме Одного ЕМП Получает Этот Тоже Получает Но Одно ЕМП И Там На Один Шторм Остается Это Был Жесткий Фейл Шторма Больше Нет Нужно Сваливать Верлинг Понимает Что Это Для Него Шанс Выйти И Выходит Рейды 3 Даже Не Пытается Заказать Сейчас Здесь Опять Врыв Сталкеров Идет Причем Так Залп Минус Один Сталкер Остальные Три Живых Переблинкивает Савердос Выбивает Добычу Сейчас Бёрлингу 20 19 Робов На 54 Он Конечно Хотя Ему Нечем Даже Сталкеров Отбить Так Здесь Гасты Шторм Пошел По Гастам По Части Мариков Падает Нужно Либератора Срочно Раскладывать У Вердоса Первый Темп Уже Готов Можно И Нужно Сливать Архонов И Часи Стромяков Вот Они Бесполезны Здесь Вообще Вот Эти Ну 50 Энергии Хотя Не 50 Это Значит Скорая 75 Уже Будем Так Архонщики Пошли Стармы Кидает Вердос Вбивает Сейчас Снайпер Шот Вердос Гасту Боится Под Либераторов Зайти Ну Либераторов Реально Много Но Темпестов Уже Три Штуки Едва Еще Будет Сейчас 130 На 190 По Лимиту Ну Уверенно Здесь На Макро Вердос Тащит Здесь Талкер Опять Кэсэм Убивает Будет Заходить Вердос Либераторов Сложил Сейчас Берлинг Ошибка Еще Вердос Боится Началась Боязнь Вердос То он Просто Ломится Вперед То он Боится Всю игру Вот так Он в шоу матче Последнюю игру Хэппи Проиграл У него 170 Было На 100 Лимита Тирана Просто Иди Вперед На Отлить Ты Убей Нет Что-то Стоял Стоял Ну Берлинг Не Хэппи К сожалению У него Нет Лимита Сейчас И Экономики И У него Нет Такого Контроля Чтоб На Что-то Можно Было Прям Такое Рассчитывать Чудеса Какие Бегая Писер Верлинг Понимает Что Уже Не Выселить Отсюда Вердоса Ну Что Четвертый Матч Закончился Матч Так Сейчас Будет Перерыв Четвертый Свинки Ланит Ни хрена Там На Киви Ни хрена Пользователь Тетран Активировал Премиум На Ваш Канал Спасибо Тетран Ни хрена Ни хрена Свинки ШаSteу Тетран Ни хрена Свинек Ни хрена Свинка Продолжение следует... Так, Гуру, тем более, пропал, ребят, перерывчик 5 минут, Гуру против Джараксуса сейчас будет, потом Тефель против Ревы, 2 за ВЗ подряд, потом Демага против Спелстингера будет биться, и Топ против Сирала, это 1-8, ну и 2 матча 1-4 будет, Хэппи против Касса и Стрэндж против Вирдоса, ждем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, Джараксус Продолжение следует... 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 Так, ну что, точка сбора Тут газ собирается Джараксус добывать Проверяет Видит овера, правильно в разведку едет Понимает, что правильно И, простите, хата пошла Но пул газ бил Здесь был у нас с мейна Будет достаточно ранний муф И будут линги ранние от Гуру Это может Проблемы создать очень большие Причем Джараксус, вот королева заказана Два линга, сейчас еще линги пойдут Пока чуть не заказывают Нексус запилен Зилка бустит Джараксус Нужно линга встречать чем-то, конечно Ну что, на пробку линги накидываются Ну, скрипа она ушла Но все равно линги быстрее бегают Как вы знаете, чем пробка Ну, не на большую цифру Но она может не успеть уехать Хотя, нет, посмотрите Вроде как успевает На 4 кусь-кусь еще хп Поэтому, я думаю, успеет пробочка уйти Пробку ставят в проход Сейчас Джараксу, чтобы отогнать Соответственно Не отогнать, а не дать лингам забежать на халяву Мимо его юнитов Мазеркор готов Нужно Зилка выводить Или мазеркором отогнать тоже Все, адепт встает проход Нужно пробку убрать отсюда Сегодня все матчи 1-8 и Часть с 1-4 тоже сегодня Это Хэппи против Касса И Вердос против Стрэнджа Что-то Паш писал, что вроде Вердос Со Стрэнджем не смогут сыграть В какой-то момент Но потом написал, что все-таки смогут Так, передроп лингов на мэн идет Один адепт не может справиться Физически с таким количеством лингов В передропе Так, ну второй подходит Зато Гуру все новых и новых лингов Сюда завозит Очень большой напряг сейчас у Джараксуса Реально много лингов на мэне Адепт один приходит Отдается Пытается к двум другим своим Братьям отступить На второй базе Только Зилок Вообще прикрытие Пилонщики убиваются Почему-то на один только Уверчаш Запилил Джарак Пилоны падают Адепты падают Мазеркор здесь уже не спасет ГГ 1-0 Гуру Ну я говорил, что Гуру здесь фаворит Но тут конечно Джараксус был немножечко Невнимателен Нужно было лингов встречать Прямо под Огвером Наверное Да не наверное, а точно Особенно если два адепта там были Изи Гуру первая игра Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии Привет, был мяч Всем привет, ребят Так, сумеречная башня Следующая карта Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии Так, свинкила тебе премиум послал Вот, потом придет Майки верит Сам пошлешь там отдельно Так, Гуру куда-то в офлайн пошел Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что-то больше не разговаривает Яндекс Баба-то... Что произошло? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну все, поехали... Сразу начинаем... Гуру вернулся... Джараксус против Гуру... Дальше... Рева против... Тифеля будет биться... 1-0 Гуру... Сумеречные башни карта... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Понял свинкила... Сейчас проверю, да... Я понял тебя, что ты... Никто маленько никуда сделал... Да, 182... Вот смс пришла, просто ее не было... 182 на телефон пришло... Комиссия там где-то не слабая... Спасибо тебе! Теперь долго мне на телефоне ничего не надо будет... Ну что, пробочка... Нексус запиливает... Да, все в порядке... Пилончик здесь у Джараксуса... Дополнительно второй газ собираюсь добывать... Зачем здесь вот ему пилончик, я не понимаю... Второй так срочно понадобился... Почему не в минеральной линии... Прикрытии где-то здесь... Ну что, сейчас мув будет Гуру заказан... Третью хату пока нет... Ну что, пробку Гуру сейчас бреет... Да нет смысла домой уезжать... Надо было третью хату проверить... Все равно нагонят... Все равно нагонят линги... Хотя успела тригейдить... Немножечко полезь здесь... Если бы кто-нибудь встречал эту пробку... Может быть что-то получилось... Но... Ее никто не встречает... И она... Погибнет... Гуру пытается... А куда он побежал-то? Он не стал за пробку атаковать... Повезло, повезло... Надо было прикрепить просто за пробкой... Лингов, конечно... Зачем он отпустил ее... Не понимаю... Нет, все нормально... Не волнуйся... Если что, думаешь... Потом просто... Еще закинуть... Вот... Да вар... Старгейты пошли... Все нормально... Все в порядке... Два Старгейта от Джараксуса... Здесь нас гейт бустится... Уже буст нужно снимать в рабочих... Перенаправлять... Ну а Гуру третий ухаз занимает... Третью хаткуночку начинает... Хотя нет... Пока еще дронов туда вообще не вышло на третью... Ну заказано рабочий несколько лингов... Еще Гуру подстроил... Для контроля от всяких адептов... Урывов там... Просто странно, что третий Никсус так медленно ставить... Пролетает Гуру... Видит два Старгейта... Видит Феникса... Прекрасно... Увер падает... Очень быстро... Здесь на третий Никсус выходит пробка... Но... Линги спалили... Сагрились на нее... Успеет уйти... Выбивают лингов... Нужно уже заказывать базу наконец-таки... Пробки нету... Здесь вот наконец-то выезжает... Там уже 400 минералов давным-давно есть... Два Феникса прилетают... Еще два... Почему так... Почему так медленно строятся-то они... Уже... Что-то там хост отменял... Заказывал... Феникса... Было же переехало... Пролетают Фениксы... Инжайк... всех 27 успокойся ты уже не надо всякую чушь в чат нести и все будет нормально да все нормально туда перевел ну что пытается еще что-то сделать не не стоит так делать прилетел пострелял по оверу чуть феникса не потерял конечно это не очень врывы такие сейчас идут от диараксуса здесь у нас робот только строится фениксы все нового добавляются здесь люркер ден уже запилен угуру морфица люркер ден где он морфица кстати вот второй базе сзади морфица ну что тут гидры кстати мало фениксы прилетают гидру разваливают не блокну королев что-то многовато фениксы потери несут неприятно но кстати сколько феникс погибло 4 уже но не все не все в этом замесе погибли фениксы здесь где-то 2 по моему погибло но тоже неприятно на 6 гидрогистов когда особенно ты массишь фениксов их стек не должен уменьшаться они должны только прирастать и прирастать и прирастать так что ногу хотел поставить нормально чуть не свело не очень хорошо бегает туда-сюда гуру решил что пока люры не будет делать фениксов много нужно много гидры правильное решение он и сколько тут фениксов этих летает гидры все больше и больше в милиш на игры перешел уже не получилось так просто джараксус это гуру в этой игре взять такой отдачи фениксов пошла сейчас залетел слил три феникса на халяву сейчас джараксус гидра идет вперед скоро рейндж будет готов 12 гидра лесков еще достраивается много-много лингов здесь чаш зилка маркончики пошли иммортлос двух роба строится но по лимиту меньше чем зерга эти без люры если пойдет гуру вперед я думаю можно джараксусу отбиться все мы в гидре есть подтягивается весь лимит вперед лимита реально много архончики новые до варпливаются гуру тоже не решается наверх почему-то лезть вижу но не сюда надо ставить вот сюда надо ставить потому что тилки прыгнут вперед и зачем этот стадисная лужку сзади нужно она никого не заблочит ошибка кстати у гуру нету даже у версии здесь вижу пять люркеров делает он сейчас с пятью люркерами кстати вперед пойдет уже судя по всему четвертую хат начинает добывать королева вперед идет криптумаров побольше хочет убилить вот пожалуйста хотя если бы но если здесь было то могло бы больше лингов стадис попасть левра закопана идет джараксус вперед на левру зилки вообще моментально все уничтожены короче минус джараксус судя по всему поздно очень поздно фениксы ворвались они в самом начале боя должны были поднять люру это бы дало шанс подольше жилкам архоном до гидры дойти потому что то получилось гг пишет джараксус гати поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей ровно редкий респект из питера спасибо за стримы серёг спасибо миша не очень тебе большое может как-нибудь на майских прилечу вот может увидимся не знаю если илюха при сюда может туда питера доедем чё там тут ехать топанты погуляем спасибо большое не знаю насколько редкий в принципе респект из питера но будем надеяться что не самый редкий спасибо ребят всем за поддержку ревчик револьверчик великолепный выходит сейчас на арену против все фили ждем стартов блин забываю контрола врубать постоянно если честно ну что это будет плотненько я завоза рева отсутствует почему-то где жрела так победителя тефеля ревы будут биться с поляком с гуру посмотрим кто это будет но ревы тут завоза ему на завоза готовится на бобролигу если он победить два завоза он будет в полуфинале уже браун с призовой на на три места распределен то есть тот кто проигрывает четвертое занимает остается нищим сожалению но а чё поделаешь ничего не поделаешь улопу певший что-то ты мне кажется вот мух мухлюет что что не знаешь что через плеер надо купить и 10-е великолепно это надежды снг нас а вот рева пришел есть ставочки между прочим на кипбете ребят кому интересно запиливаете вот есть на димаги матч он фаворит с эти со спелсингером что мне кажется странным учитывая как спелсингер старого не выступал сирал фаворит с топом очень жесткий теперь фаворит с левой ну а это что у нас это у нас деньгает это завтра видимо будет так что вот так вот также напомню что сегодня будет два четверть финала верхней части сетки это хэппи касс и стрэндж вердос это будет после трех следующих бутри какие три бутри тифель лева завоза димага спелсингер завп и топ сирал твз лево завоза димага спелсингер 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 завоз Продолжение следует... 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 Будут больше призовые Будет собственно говоря Тогда и мест больше В призах Ну а приз На Бобролиге естественно Формируете вы Ваша поддержка Поэтому поддерживайте данный турнир Да и все начинания других Тоже людей кто пилят в общем-то Турики Вот За это я вас благодарю Ну и меня конечно поддерживайте Мой канал и это естественно Переводятся дроны у Тефеля на золото Ой сколько он поперто сразу 10 штук Павел сразу Рева что там У Рева что-то чуть позже Тефель раньше перевел Рева сколько переводит Рева переводит 9 Ну практически столько Но в чем плюс У Рева плюс в муве Буквально на 7 секунд раньше То есть как-то у Тефеля все лучше Третью уже Тефель собирается ставить Похоже на то Так лингов Рева строит Причем он масит лингов И ныкает их на меню 2 вперед выходит А Тефель адово халяет Просто адово У него только мув делается В элентный сагад Роуч Ворон Пошел но Роучи при таком раскладе Можно просто элементарно не успеть Подстроить и я думаю Что у Рева все может здесь Получиться очень хорошо Овера еще одного заказывает Два линга здесь есть Здесь овером отлетает Может пару бэйнов сразу С двух этих лингов пилить Тефель что-то овером полетел Третью проверил Ничего не заметил Копит А нет это Рева копит Ресурс сейчас Инъекции готовы Новые нужно еще лингов больше заказывать Инъекции пошли 20 лингов все заказано Мув сейчас будет готов Через 4 секунды Все нужно выдвигаться Как можно быстрее вперед Пытается бэйнов Тефель убить Одного забрил сейчас Но один доделался Линги выдвигаются Ну 4 лингов взорвал Сейчас Рева Тефелю Золото начинает он добывать Кстати пуш очень жесткий От револьвера идет Боевого лимита больше Роучи здесь маловато Мягко говоря Рева забегает Лингов принимает На муве Королеву принимает Здесь Тефеля подгрызает Лингов больше Что-то Рева делает То есть грызит что их просто Он сам идет на отдачу Сейчас Роучи начинает Пробревать Проблемы ну очень большие Здесь у Тефельчика Бэйлингов 2 штучки Куда они будут Куда-то заходить На мейн Да на мейн нужно заводить Либо лингов принимать Либо рабочих пытаться убить Ну похоже на 1-0 В пользу Ревы Очень похоже Так проводит Бэйнов Лингами что-то на муве Бегает Что Роучи не грызет Ну здесь дронов По 5 штук всего Конец-то в дронов Врезался Рева ГГ пишет Тефель 1-0 Лева Но это ЗВЗ ребята Это 4-23 Игра По времени Ждем вторую карту Нечего удивляться ЗВЗ Оно такое В локер Да оно всегда было быстрая Начиная с первого Старкрафта Зачастую Так пошел онлайн Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят Скажите Нет ли лагов Что-то я сейчас свой стрим Врубил У меня какие-то фрезы Идут непонятные Почему без понятия Так, хорош Репчик, молодец 1-0 повел Ну и вторая игра С мула начинается С мейна получается Ну, кстати, в принципе Вполне неплохое решение Если Тефель будет Хату ставить То это может прокатить Очень сильно Но Тефель То же самое Примерно нет Это отмена газа Прошу прощения Это не то же самое Да, пул газ Три дрона добывает Новые дрончики строятся Овера нужно Реви сейчас Заказывать Обязательно Будет ли это Беллинг Баст Или это будет Просто муфлингом И хата Я пока не понимаю Честно У Тефеля Пул первый Безгазовый Вот такие Пулы первые Можно Беллинг Бастом Убивать Тефель Кстати, играть Первым овером Полетел Все нормально Значит Ну, отлично Спасибо всем За информацию Что-то у меня Просто Видимо Одновременно Все печально было Гастефель Запиливает Муфри Его заколол Нет Это просто Лингами Мувлинами Как-то так Статуэтки Золотого Серебряного Бронзового Бобра Ну, это надо Какую-то Финальную Бобра Лигу Это Ван Должен быть Турнир Что-б вручать Статуэтки Бобров Ну, я не знаю Может быть В будущем Когда-то Какой-то В СНГ Будет По Старграф Чем Плановый Проходить Посмотрим Хату Рева Собирается Запилить Бежит Вперед Лингов Сколько Лингов 8 штук Утефеля 4 В продакшне Королева В продакшне Можно попытаться Хату Отменить Мув Будет Через Где-то 30 секунд Поменьше Через 25 Уже Вот Сколько дней Пройдет Вопрос Турнир Этот Наверное Многих Интересует Отвечаю На вопрос Пройдет Этот турнир За два дня Сегодня И следующий день В субботу В 14.00 Будет начало Приходите Поболеть За своих За тех Короче Кого любите Игроков Ну Так Рева Хату Грызет Мув Готов Линги Дэмэджи Но Утефеля Минус Линги Королева Минус Тоже Сейчас будет Куда Что пороломился Рева Королева Кто сбреет Королева Сбревает Частью Лингов Частью Лингов Не Мувленных Лингов Тефеля Принимает Два Бэйлинга Запилено Нужно ли Так Отменять Рева Хату Собрался Хату Отменят Скорее всего У Тефеля 14 лингов Продакшни Накидывается Рева На лингов Тефеля Королева Выходит Сюда Королеву Нужно Принять Есть Два Бэйлинга Одного Рева Выманивает Контроль Хороший От Рева Сейчас Четко Бэйна Выманил Так Нужно Лингами Хату Сбрить Хату Сбревает Еще Мейн Пробегает Мимо Бэйлингов Сейчас Хорош Все четко Рева Делает Сам Хату Заказал Хата Уже Готова Часть Рингов Дома Там Остается Нужно Увести Их Не Надо Ломиться Нужно Бэйлинг Нес Сейчас Делать Реви Я думаю На этот Газ Чтобы Шанс Контр Атаки Тефеля Снизить До Минимума Шанс Успешный Контр Атаки Удачный Тефеля Ну что Начало Хорош Можно Эту Игру Упустить Легко Сейчас Но Можно И не Упустить Вот Сейчас Тефель Безмуума Идет Вперед Просто Контр Забегание Сделать Рево Принимает Тефеля Безмуума Куда Ты Бегаешь Тефель Просто Линги Безмуума Отдаются Вообще Провал Ёма Че Тефель Творить Так Здесь Бэйлинг Есть Рево Видит Бэйлинга Ну Рево Сбрил Лингов На Халяву И Потом Ошибки Такие Глупые Пошли Все Если бы На этом Бэйлинге Так Не Отдавался Это Минус Тефель Скорее Всего Был бы Изи 2-0 Так Линг Накидывается На Бэйлинга Демедженный Очень Линг Здесь Хар Пытается Рево Сгрызть Так Бэйлинга Нужно Убить Бэйлинга Убивает И все Одного Линга Лишнего Сейчас Задел Тефель Что-то Рево Тут Начал Масить Лингов Тефель Сейчас Мух Будет Готов Сейчас Не так Просто Будет Действовать Линги Все Новое Новое Здесь Нужно Ли Вот Так Агриться В лоб Может Пробежать На Мейн Тупо Пытается Рево Сделать Тяжело Пробежать Но Как-то Мимо Бэйлингов Нужно Нужно Активнее Действовать Просто Пробежать Через Мух На Мейн Каким-то Образум Непонятным Ревочку Здесь Разводки Пошли Бэйлинга Пытается Сгрызть Контроль Хороший Не Получилось Бэйлинга Отфокусить В итоге Отфокусил И мимо Лингов Пробегает Рево На Мейн Сейчас Принимает Бой С лингами Оппонента Лингов Больше Все Хорошо 21 17 Парабам Кстати Тефель Отстает Рево Отстает По Рабочим Но По Боевому Лимиту Он В плюсе Ну Почему Почему Рево Сейчас Улынить На Лингов Без Бэйнов Что Мешало Заказать Сейчас Бэйлинг Нест Газ Окликнул Что Мешало Газ Продолжить Добывать И Бэйлинг Нест Заказать Бэйлинг Бастить В продолжение Тефель Сейчас Будет Контр Ковать У Тефеля Все Хорошо Рево На Ровном Месте Начинает Отдаваться Это Фейл Линги Здесь Сныканы Будет Тефель Вперед У Хайт Овера Сам Отдал Сапплай Блок Получил Нахрен Не нужно Было Ну Даже Если Рево Здесь Просто Вмясо Примет Тефеля На Контр Атаке Тефель Сделает Бэйлингов Если Рево Пойдет Контр Атаку И Просто Уничтожит Руч Ворон Тефеля Бэйлинг Заходит Бэйлинга Принимает Рево Королеву Набрасывается Тефель Два Бэйлинга Новых Заходит Пробегает На Мэйн Рево В контратаку Удвигается Да Это Шанс Какой Никакой Для него Но Тефель Уже Реву Принимает А Рево Только Вперед Вышел 7 дронов Минус Дронов Спасти Адекватно Не получается Вот здесь Дронов Нужно Засейвить Здесь Лингами Нужно Отбиться Рево Забегание Хорошее Получается У Тефеля Только Несколько Лингов Заказано Кстати Забегание Будет Замечательным Со стороны Рево Хату На Мэйне Терять Здесь Брудлинги Выпрыгивают Брудлингов Тефель Принимает Заказаны Линги Рабочими Дерется Хватит Лингов Похоже Что Хватит Лимита Больше Посмотрите Как Блин Рево Грамотно В контратаку Забегание Выбежал Мимо Бэйлингов Сейчас Головой Сыграл Молодец Ревчик Здесь Тефель Ставится Убить А здесь Две Плетки Королева Ничего Не Сделать Бэйлингов У Тефеля Нет Это Ошибка Двороучи Ничего Сделать Не Смогут Похоже На ГГ Хорош 2-0 Лево Красавчик Ничего Не Скажешь Не То Чтобы Я Не Ожидал Прямо Что Рево Выиграет Я Уверен Был Что Тефель Он Может Выиграть Но Я Удивлен Ну что же Ребят Следующая Игра Димага Против Рево Вы увидите Теперь В субботу И С Рево Будет играть Победитель Игры Димага А нет Рево Будет играть С Гуру Вру Димага Будет играть Сейчас Со Спелсингером И Димага Спелсингер Победитель Будет играть Против Топа Серава Донео Нет Архон Я Именно В лотов Не играл Если Играл То Пару Раз Про Какие Ачивки ФЗ Ты Горишь Есть Есть Прохождение Компании Ссылки Все В Описании Канала Есть Сверху Вот Компанию Я проходил Ну да ЗВЗ Рево Сильная Хэппи Кас Нам Прикатает Пока Хэппичи Сегодня Увидите Против Кас Очень Скоро Спелсингер В игре С кем Он Там Играет Крадор Наверное Катает 10 Минут Минут На Ачивки Я Компанию Лотва Не Проходил Зачем Это Не Делать Минут 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 я не знаю сколько спелсингер там еще ладор будет играть я надеюсь что недолго там все это будет продолжаться а и а и и и и Продолжение следует... 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 Так, короче, ждем, пока подчеркают. И будут создавать тогда. Привет, Леброн. Смотрю, народа увеличивается количество. Но у нас развязка приближается. Сейчас Димага Спелсингер, потом Топ против Сирала, Хэппи против Касса, Эвердос Стрэндж. Последняя битва на сегодня. Еще много игр достаточно. Так что, ребят, не покидайте стрим. Продолжение следует. Так, я лидер, мне надо создать тогда. Лили Лак, первая карта. Лили Лак, первая карта. Поехали, все готовы, начинаем. Лили Лак. Смотрите продолжение в следующей серии. ГЛХФ, ГЛХФ, ГГ, пишет Димага. Сингер просто ГЛХФ. Поехали. Карта Лирилак первая. Димага левый верхний угол, Спелсингер левый нижний. Цвета похожи, блин, надо было бы написать, чтобы цвета другие проставили. Ну ладно, хрен с ними, с этими цветами. Все будет нормально. Заказан газ сейчас. Гейтусик ставится. Все отлично. Смотрите продолжение в следующей серии. О, бота. Бота оживил Юра, смотрю. Ну что, два гейта кибернетка опенинг от Спелсингера сейчас. Димага в правильном направлении первым овером полетел. Начиная через пул первый, уже больше сотки газа, но ущерб рабочим мув пока не заказывает. Сейчас мув пошел. С газа, кстати, Димаг чуть не снимает рабочих. А почему? Так, какой Макс Невро Бенды говорил? Бенды врубаю. Так, ру... Ага, ага. Что-то подобное тому, что делал... Кто сегодня делал-то? Роучи Мюрэв какой-то, я помню. А, на китайском турнире кто-то делал. Ну что, Линги, по-моему, символ... Или это вообще не сегодня, или ты Гидра с кем-то делал. Так, звук игры очень даже нормальный. По-моему, больше не нужно его делать. Стандартный, как всегда, звук. Полетели иллюзии. 4 адепт, скоро будет пробку. Димага принимает. Так, и сейчас Роуч Ворон будет готов, но не заказан овер под этот Роуч Ворон, и лимит это 7 всего. То есть, 3 Роуча можно заказать. Скорость Атеки, адептам, сплсинг. Кстати, билд Стрэнджа, и как Вирдос еще играет, но Вирдос сказал, что это Стрэндж первым этот билд придумал, соответственно. Как-то так. Мув Лингом готов. А зачем Роуч Ворон димаги был, я чуть не понимаю. Чтобы и не строить Роучи в итоге. Не понимаю логику просто от димаги сейчас. Линги есть, дронов подстраивает. А смысл? Так, нужно понять, что сейчас глефы будут от адептов. Димага прибегает, пробку подгрызает, убегает сразу же. ПМ-250 у димаги, хорошая ПМ. У димаги всегда ПМ был сильный. Так, добущивает. Варп сейчас сплсингер. Некто заказывает. Роучей как не было, так и нет. Третьей хаты нет. К чему этот Роуч Ворон был? 300 газа. А, сначала... Все, понял. Димага просто строит лингов, вводя заблуждение сплсингера сейчас. И в итоге переходит в Роуч. Это Роучи реведжера линга. Врыв будет, судя по всему. Вполне возможно. Так и есть. Видите, бинды димаги можете видеть из плсингера. У него на все три контрола первых заказан забинжены вот эти шесть адептов. На пятые гиты, на четвертые Никсуса. У димаги, соответственно... Ну, вот линги первый контрол, овер, второй пул, третий. Так, зачем пул? Не знаю. Три королевы на четвертый. И хаты по отдельности забинжены. Все три, кстати говоря. Вот так вот. Ну, бинды у всех разные, собственно. Так, линги ставят. Димага не контролят лингов сейчас. Это ошибка была очень серьезная. Линги минус все. Зачем было их всех терять сейчас? Ну, непонятно. Приходят адепты. Почему линги важны? У них гигантская скорость на крипе. Они адептов нормально ловить будут. Здесь Роучи встречают. А кто их теперь будет встречать на мейне? Проблема у димаги. Адепты заходят. И проблема так. Точку сбора нужно менять сейчас Роучами. Сразу, чтобы адептов атаковать, вот они выходят на муви. Точка сбора не поменена у димаги. Всеми юнитами. На мейн пришел в итоге. Так, мувь овером делается. Зачем мувь овером? Адепты телепортируются. Но Стрэндж вместо того, чтобы в рабочих неприкрытых вообще ворваться димаги, он телепортнулся к третьей базе зачем-то. В итоге уходит. Гораздо больше дэмэджа Стрэндж мог нанести. Я абсолютно уверен в этом раскладе. Сейчас три адепта на мейне осталось. Чит пять здесь в районе второй базы. Разводит в итоге Стрэндж. Димага опять всеми юнитами погнался. Да что за разводы-то дешевые проходят? Пять адепт телепортируются. Дроны теряются. Две штуки минус. Десять адепт телепортнулись. Все нормально. Димага сейчас поймает. Ну как Стрэндж не могу кататься заставил? Это жесть просто. Так, адепты на мейн хотели ворваться. Да не ворвались. Роу еще минусует. Спеллсингер сейчас. Я Стрэндж, если говорил, то это ошибка, конечно же. Так, а, звука нет из игры. Прошу пощения. Все, проставил звук. Я просто вырубал там на секунду. Урубаю сейчас нормально все. 187 ищет. И я не знаю, еще димага тянет. Ему бы пропушить вот этими роучами. Превратить их в реводжеров. Ну, хотя газа нет уж и реводжера. Здесь нихрена не было особо у Спеллсингера. И он готовит после этого пуша врыв еще с Талкерами плюс Призмой, кстати говоря. Но! Че? Три гейта у Спеллсингера. Три гейт сверхранний блин какой-то. Что за странный билл такой? Пока димаги боевого больше, но у него нет лейра. Роучи без му. Это печально. Спеллсингер, конечно, не Стрэндж. Это ошибка была. Просто я пробил, вспомнил про вот этот вот с адептами, со скоростью атаки. И что-то Стрэндж привязался. Стрэндж будет с Вердосом играть в вейнерах за попадание в полуфинал. Так, здесь овер разбивает сейчас Спеллсингер. Призма залетает. В это время на третью базу. Димаги лучшая экономика. Димаги пока побольше лимита. Нужно что-то строить, чтобы призму принимать. Пока нечем. Нужно королевой демеджить ее, чтобы на халяву так не летало. Вот здесь королева вообще не на позиции стоит. Вот пошел димаги. Че туда-сюда бегает. Гидродэн скоро будет готов. Здесь с Талкерами Крипспеллсингер выбивает на халяву. Будет ли это гидра с рейнджом для пуша или люра? Я пока не понимаю, если честно. Гидродэн сейчас будет готов. Так, у димаги ресурсов-то особо и нету. Гидра Лиска одного заказывает. Да, мух с рейнджом делает. Возможен пуш сейчас у димаги. Но у Спеллсингера сейчас очень скоро робо-бэй будет. И, видимо, это будет дестабилизатор. Я так понимаю. Они стабилизаторы с ровучей гидрой не шутят совсем. Два реводжера, семь гидравов. Димаг запиливает. Крип уничтожен был. Вот это плохо. Так бы по крипу. Оп, сюда моментально бы прошел бы димага. Иллюзия минус. Привет всем, кто недавно подошел. Ребят. Так. Ну что, готовится димаг, готовится встречать стрэнджа. Но может самому перейти смысл. Стрэнджа-то нету, нет смысла никуда ломиться. Он стоит дома абсолютно спокойно. Строит дестабилизаторов и все. А у димаги робо-бэй ущи гидра, которая очень скоро не будет сильна вообще. Когда станет много юнитов у Спеллсингера. Ну, димаги армия контур. Так, часть роучи тоже с контролом. У Спеллсингера. Так, часть армии. На два контура первых вся армия заменит. Чтоб не промахиваться, видимо. С дестабилизатором выход делает сейчас. Приходит под рампу. Димага вообще не дерется. Что димага делает? Все юниты стоят 200 лимита. Стоит почти. 187. Заходит Спеллсингер. Сейчас в филды пойдут. Димаги позиция так себе, я бы сказал. Идет вперед филды. Нужно сбивать реводжерами. Димага что, не знает, что реводжеры филды сбивают. Так, фаербул на филды пошел. Нужно проходить через этот проход. Все, гидре рейндж готов. 189-145. Но тянуть резину сейчас абсолютно не нужно. Димаги у него лимит мясной. Ему нужно что-то с ним делать. Пошел выход. Да, линге раучи гидра. Выход сейчас идет от димаги через центр. Или через что? Через центр. Да, димага заходит. Спеллсингер что будет делать? В двух направлениях димага выходит вперед. Спеллсингер встает. Здесь, кстати, димага с двух сторон может спеллсингера сейчас пробрить. Вот врыв у нас уже идет. Линге заходит. Дестабилизаторы под ударом. Выстрел. Пошел фокус. Дестабилизатор. Раз, два. Димага еще вовремя фокуснул. Спеллсингер пытается вступить. Билды здесь не спасают. Дестабилизатор третий может упасть. Кажется, димага очень удачно заходит. Димага-то, смотрю, поднатренился здесь прям-таки. Роучий гидрой заходит. Спеллсингер проривает. 170 на 102 по лимиту. Дестабилизатор. Вы видели, что сейчас сделал дестабилизатор? Это такие ошибки стоить игры будут димаги. И с оверчажами спеллсингер отбивается. Здесь жесть просто. Хотя гидра сверху зашла. Неплохо под оверчаж лучше не лезть. Но он кончился. Сейчас дестабилизатора нужно покуснуть. Димага это делает. Линги набегают. 93.81. Все-таки, судя по всему, димага давит. И это шанс очень большой. Он так дестабилизатор стреляет. Гидра пытается уйти. Один только гидролиск побегает. Роучий приходит. Линги приходят. Дестабилизатор минус. Адепты даварпливаются. Они уже не спасут. 88 на 68 по лимиту. Жесть. Я уж испугался, что димага так просто возьмет сейчас. И отдаст игру, которую фактически выиграл. На одном выстреле дестабилизатора. Но вы сами понимаете. Да, Стрэндж проскакивает иногда Стрэндж. Похоже у меня Стрэндж. Так, роучий гидра. Дестабилизатора нужно фокуснуть. Так, вот этот уже был сплит так себе. Но фокуснул хотя бы дестабилизатора димага. В это время, кстати говоря, на третьей базе у димаги нихрена нет. А почему ничего нет у димаги на третьей базе? Там какое-то забегание было непонятное сейчас из Клтингера. Димага спрещается к третьему нексту. Димага можно легко сюда зайти. Мазеркор падает в очередной раз. Пилоны падают. Гидры все больше и больше. Вот часть гидры уже через третью базу заходит. И прирост сюда ближе будет подходить. Будет ему ближе подходить. Ему приросток. Емае. Опять какие-то дичайшие выстрелы. Опять пять гидралисков просто в никуда. Гидра отходит. Пробками сплсвингер пытается отбиться. Пробок не стал терять много. Здесь два гидралиска. Дестабилизатор проблевает. Вот они вплотную дерутся. Вот когда они не действуют. Гвардиан Шилд. В такой ситуации. Четыре гидралиска на третьей базе. Пробки пытаются. Нет. Сплсвингер пробками пытается драться. Опять стрэндж хотел прийти. Но не пришел. И пуш у демаги затянулся. То есть это увы. Получается 44-14 по лимиту. Слишком какие-то большие. Там до заказа гидры у демаги. Ну вот такими кусками она приходит. И сплсвингер не успевает скопить лимит. Не успевает. Так. На третьей базе проблемы. Пробки падают. Экономики сейчас скоро не останется вообще. Минус адепты. Минус сталкеры. Нужно наверх пройти. Два здесь филда. Есть. Пробки вниз спускаются. Один гидралиск там минеральную линию разбирает. Два филда пошли. Но здесь уже филды не зарешают. Демаги нужно сплетануться. Вообще промазал сплсвингер. Сейчас дестабилизатором. ГГ 1-0. Демага. Ну что же. Я лично для себя считал сплсвингеру фаворитом в этой паре. Но демага на опыте просто тащит. Вторая игра. Серос. Руины Сероса. Ждем партии. Парти сейчас. Чтобы все нажали ОК. Продолжение следует. Так. Секундочку, ребят. Кое-что проверю я. Поехали. Хотел Лео зайти. Надо задержку. Я не знаю, если Паш не против. Я не против, чтобы там стримил с задержкой. Но, как я понимаю, задержки там нет. Вот. 1-0. Демага. Руины Сероса. Вторая карта. Позиции ближние сейчас. Можно, кстати, какими-то дропами здесь сыграть. Например, я не знаю. Или чем-то таким. Не 50 лимита. Дестабилизатор одним выстрелом убил 11 гидралисков. Представьте, что это такое 11 гидралисков. Это каждый юнит 150 стоит просто. То есть, это 1100 минералов и 550 газа за один выстрел. Дестабилизатор. Бжик. И сдуло. То есть, практически. Не практически. Ну, да. То есть, это больше, чем одна минераль. Она бедная. Вот эта, которая 900. И чуть меньше, чем полтора. Что через гейтгаз Столсингер начинает. Здесь у нас хата у демаги. Здесь у нас хата у демаги. Так, приезжает пробочка. Начинает пилить. Нашел Столсингер демагу. У демаги уже почти сотка газа. Сейчас. Сейчас. Так, ну что, Нексус? Нексус Тайсес. Ага. Посмотрите. Интересный момент от демаги. Это будут дропы определенно. Но это дропы будут без мува овером. То есть, это мув лингом. Это подсгрызали эти плюс передропчики сейчас от демаги. Так, адепт выходит. Адепт лингов сейчас встречает. Но демаги вовремя среагировал. Вот вступает. Мув овером не делался. Кстати, овера надо подводить. Ближе нахрен его морфить. Надо было подальше немножечко. Мув еще не готов. Но сейчас будет готов. Очень скоро, кстати, Столсингер вообще не готов к рыбу овера на мейн. И это очень печально. Линги подбегают. Их сейчас реально много уже будет здесь. В этом передропе. Так, нужно лифт здесь сделать. Что демага и делает в итоге. Дропает понемножку. Еще 20 лингов заказано. 5 секунд до готовности мува. 2 секунды. И сейчас врыв пойдет. Мазеркор на мэне есть. 85 у него энергии. Линги вырываются. Уверчаж выставляет. Столсингер. Демага вступает назад. Не надо лезть под уверчаж. Просто и все. Лингов все больше и больше прибегает. То есть часть будет на вторую, я так понимаю, врываться. Здесь пилонов миллиард. Демага запиливает сейчас. Нужно ли вообще на вторую врываться? Так, Столсингер. Демага пытается прорваться на вторую. Кого дропает-то? Мэджика дропает. Так, ну что, придется в таком еще моменте напряженном дропает Мэджика. Демаге нужно среагировать. Так, все, продолжается игра. Филт от спелсингера пошел. Демага тоже готов. Через пилт не может ворваться. Здесь много пилонов. Уверчаж выставлен. Нужно увести лингов под уверчажем. Демаг здесь наотдавался что-то. На мэйне принимает бой с пробками. Пробок. Так, 2 минус уже. 5 минус на мэйне пробок. Здесь пытается прогрызть верхние пилоны демага вне рейнджа оверчажем. И грызет очень даже успешно. 10 передроп лингов идет еще. Далее. Куда овер-то полетел? Демага надо лифт создать, чтобы не увельтать. Овером хоть наверх. Пробочку подбревает. Лингов все больше и больше на мэйне. 49-46 по лимиту. Линги врывается. Там один адепт на мэйне уже в минеральную линию доваркался. Демага окружает адепта. Окружает пробок. Но, блин, адепт-то не смог покуснуть. Адепт в итоге падает. Пробки под ударом. 13-14 минус. Еще линги на мэйне сейчас будут врываться. Здесь еще линги готовятся. Так, здесь еще линги готовятся на второй базе напрягать. На мэйне все больше и больше лингов скапливаются. Часть можно и на вторую подвести, как мне кажется, сейчас было бы демаги. Но пока они подводят. Мазеркор на мэйн возвращает. Полстингер. 50 энергии есть. Сейчас уверчаж будет. Забегают линги в адептов. Адепт минус раз. Адепт минус два. Пилон не стал. Демага агресса на пилон. Здесь больше и больше лингов на вторую базу. Нет, ну здесь не больше. Здесь не намного больше. Точнее, два линга все прибежало. А вот на мэйне вообще гигантское количество лингов уже оказывается. Сейчас у демаги, у спелтсингера нужно забегать. Забегание пошло. Адепты все пришли со второй базы практически на мэйн. Позиция у спелтсингера неплохая. По рабочим в плюсе. Демага здесь криво берется очень криво. Спелтсингер идеально принимает бой. 1-1, судя по всему. Хорошая оборона от спелтсингера. Реально, мне казалось, что уже он не выдерживает. Но все-таки выдержал. В итоге здесь линга забегает. Сентрю пытается подбрить. На второй не получается. На мэйне два адепта оставил сейчас спелтсингер. Демага все масит и масит. Ну, еще, конечно, не конец здесь. Но у демаги так себе ситуация. Потому что есть уверчаж, во-первых. У вторых адептов уже много стало. Гэгэй пишет. Демага 1-1. Хорош. Красавчик спелтсингер. Отбивается. Так, какая третья? Так, сумеречная башня. Следующая карта у нас создаем. Продолжаем. Мэджик говорит, что у него не пропал коннект ничего, но бывает из батла дропают иногда, это нормальное явление. Продолжаем. 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 Так, ребят, демаги, пулгаз, то же самое абсолютно. Третью хату не ставят, две королевы сейчас будут заказаны, но минералы будут вложены. Обычно зерги стараются третью пораньше в лотвию поставить, но демага не спешит этого делать пока. Так, ну что, проскачивает демага вторую муф овером, муф лингом делается. Вот демага посмотрел, что сейчас, и правильно делает, тут корейцы сейчас все так играют, муф ранний овером решает сейчас. Все видно хорошо, летаешь, контролишь, понимаешь. Сейчас будет старгейт, скоро 20 секунд, и через 20 секунд старгейт будет готов, овером муф будет раньше готов. Демага сразу же увидит, что старгейт сразу же начнет готовиться к нему, соответственно. Овер залетает, все, муф готов, заходим, залетает демаг, вторую не проверяет, мейн надо проверить сейчас. Мейн проверяет, вот вырывается, вот видит старгейт, в нем ничего не заказано, сейчас только закажет. Вот, знаете, прямо видит, что в старгейте что-то заказано. Можно, вот с муфом оверами можно просто улететь успеть, на самом деле сейчас. Линги подбежали, убегают сейчас. Нужно просто дрониться и вовремя спорки демаги заказать, лейер заказан, тут лейер, ранний лейер у демаги прошел, я бы сказала. Роуч-орен пошел, спорки демага ставят, спорки готовы. Оракул летит, на третьей базе нужно спорку впиливать заранее, но пока демага что-то не спешит, если честно. Зря он не спешит, он здесь бы впилил, потом перевел просто в минеральную линию, все. Оракул прилетает, королева пытается подблить, с мейна просто второй королевой помочь и все. Демага отконтроливает, отходит королевой, здесь дрон спорку запиливает, отлично. Только королеву потерял на Оракуле, это в принципе нормальный распад, только одну королеву потерять. Спорку отменять не надо, ее просто перевести придется в минеральную линию, все. 12 дронов еще от демаги, по рабам замечательная ситуация, лейер готов, гидроден пошел. Кстати, можно на гидре попытаться воровать, блин, ну здесь адепты против адептов гидра, я бы сказал, так себе. Но если гидры критмасса с лингами, то можно и проблевать. Часть дронов со второй переводится, на третью сейчас на мэне под газ рабочих, часть добавлена. Кстати, эти 12 вышли вот на эти базы, между прочим. Нужно 2 забирать в такой ситуации, нужно оставлять, просто 16 идеально на минералах, все на третью переводить. Ну демага не спешит, гидроден готов, рейндж гидре будет у нас, или что это будет вообще? Пока не понимаю, что это будет, демага ничего не делает. Адепты пытаются ворваться, лингов сколько? Лингов 20, 4 роуч при этом всем есть. Адепты заходят, лингами нужно принимать просто хорошо их встречать. Роучи спускаются, линги забегают, нужно окружить. Адептов как-то неудачно, демаг заходит, часть лингов завел вокруг адептов, молодец. Роучи и линги хорошо дерутся, часть только линги дерутся, и то не очень хорошо. Позицию адептов нормальная. А роучи вообще провально там дрались. Одного адепта подбочил демага, а остальные на вторую врываются. Дронами пытаются помочь здесь. Помог немножко дронами. 6 дронов на столько адептов хороший размер для демаги, это безусловно, потому что там погибло сколько у нас? 7 адептов, да ну. Ну хотя там линги еще погибли, но сейчас адептов будет немного, и гидра может неплохо зайти. Нужно единственное третью раскачивать. На третью вообще ни хрена у демаги не осталось. Фениксы тут порасят, тут колсингеры прилетают, контроль хороший. Скоро начинает атаковать. Хорошо, конечно, что атакуют. У фениксов нет энергии, сейчас минус. Так, колсингер очень внимателен, он гидрыс ныкался. Парабам, 45-61, не пользуют демаги, то улын уже от демаги попер какой-то. Получится ли нормально ворваться? Я не уверен, если честно. Фениксы здесь летают, куда они собираются? На вторую, очевидно, врываться. Вот здесь нужно их встретить сейчас. Демаг гоняется за фениксами. Дима, что ты делаешь? Еще 4 гидрала строится, 106-105 по лимит, но 20-ку боевого у демаги больше. А имморталы не очень сильно помогают. Но здесь есть много филдов, здесь есть гвардиан, здесь есть сделки. Скорость чажем и пилонов много ставится. То есть у верчажа будет, плюс еще спулсингеры. Посмотрите, стазисные ловушки хорошо используют. Так, демага одну сейчас сбривает. Гидры, ну, очень много идет вперед. Королев нужно ждать, нужно все ждать. И лингов нужно ждать, сейчас демаги обязательно. Лингами желательно проверить хайграунд, чтобы не было стазисных ловушек. Там доходит демага. Ой-ой-ой, как ловушка срабатывает. Лучше отступить сейчас назад. Демага понимает, что лучше отступить. Реведжеры пришли, линги сейчас распризятся. Королева где-то сзади принимает. Спулсингер, бой снизу зачем? Это зря, он делает гидры, часть поднимает. Хотя, в принципе, фениксы подняли часть гидры. 120 на 96. Уж, кажется, удается. Линги в стазисе здесь. Кстати, они не дают демагу спулсингеру нормальную позицию. Смотрите, иммортал не может отступить. Линги блочит. Минус даже заблочило. Вот этот сработал стазис. Вот этот минус спулсингеру. Демага куда-то внутрь заходит. Куда ты так спешишь-то, Дима? Пробок сбривает. Все сбривает здесь нормально на оклике. Линги все, отпризились. Иммортал врывается. Но иммортал там много. Зелки вовремя очень доварят. Но гидры слишком много. Зелки падают. То есть 6 на 86 по лимиту. Фаербулл пошел сейчас в демаге. Роба падает сейчас одно. Роба второе падает. Иммортал не успевает выйти по лимиту. Сразу спулсингер проседает очень серьезно. И здесь только 3 иммортала. Полудохлых. Судя по всему, демага 2-1 берет эту игру. Это очень хорошо для демаги. Потому что давно он результатов не показывал. Я спулсингера вообще фаворитом здесь считал. Но это уже начало. В принципе, с демага тренется. Если интерес к игре появился, можно начинать камбэчить понемножечку. И если в турнирах демага будет тащить, то это подстегнет его, в общем-то, для этого. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Топ против Сирала ждем. 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 Так, возвращаюсь к вам. Сирала топ здесь, значит, без задержек начнется все. Ну а после стирала топа любимчик хэппи против кассы. Спал на мыле. Короче, ребята, напоминаю в очередной раз, что в Димага стрелял побольше, чем раз в год. Нужно больше единичек, понимаешь, просто в поддержке. Спасибо тебе, Яндекс. Шутка прошла. Ну вот, я надеюсь, конечно же, это шутка. Спасибо тебе, в любом случае, ждем топа против Сирала. Ну, если Димага будет стримить, то поддерживайте его. Конечно, я не знаю, стримит сейчас Димага, думаю, что нет. Короче, ждем начала, ребята. Пошел онвайт, захожу в игру. Ага. Ну... Остается у нас три бо три на сегодня. Это Сирал Туп, Касс против Хэппи и Стрэндж против Вертик. На этом все. Да, и вы можете поддерживать турнир, потому что благодаря вам. Спасибо отдельное всем поддержавшим. Спайку в первую очередь спасибо, второй месяц уже он поддерживает. Миша спасибо тоже. Ну и всем-всем-всем. Мой канал понятное дело, но турнир тоже очень важен. И не только наши турниры. Привет, пидок. Спасибо. Ну что, топ-гад. Депушка-барак. Сирал у нас что? Сирал у нас хату ставит. Это хата газ-пул будет билд. Да, вот дрон выведен, газ заказан. Здесь у нас очень похожий на рипера билд. Да, судя по всему рипера билд. В прошлый раз мне понравилось, как топ отыграл. Он, конечно, там ничего не выиграл, особо на Бавролиге. Но играл неплохо. И хорошие игры демонстрирую. Просто тяжело. Он из Кореи, я так понимаю, играет. Задержка... Задержка я не знаю, какая у него. Но вот сегодня я стримил на корейском, на Азии, на сервере, турнир Duyu от Duyu TV от китайской организации. И я его, в принципе, могу стримить. Турнир буду стараться стримить в будущем. Завтра, кстати, он будет. Завтра больше и не хрен стримить. В час дня, наверное, его постримлю. Больше и ничего не буду заморачиваться завтра. Вот. Такие вот дела, ребят. Там пинг 300 был где-то. Ну, не знаю, сколько у меня там. На Тайване 300. Почти бы 400 был. 350-370. На Корее просто 300 примерно. Здесь 50 на евро. Как это? Усирала какие-то читерные дроны. Посмотрите, кинулась гранатка. Я даже ни одного не отбросила. Это что за баг-то такой вообще был. Первый раз такую прям вижу. Так. Вот задержка топа. Посмотрите, сейчас подрешала. Хотел подрезать дрон, а потом не подрезал. Топа или Тор? Конечно же Тор. Ведь это ж корейский игрок по-русски написал. Просто никнейм. Третья ЦЦ-шка запилена. Старкорд уже пошел. Третью хату ставят сирал. Мух почти готов. Так. Ну что, КСМ остроится. Отставание по рабам у Тирана минимальное. Сейчас еще, судя по всему, будут дропчики минки. Лаба на факте пошла. Или это просто минка копается для... Да, это просто минка копается для перестраховки. Овер залетает. Топ видит. Ну вот что вот такое? Блин, только похвалил вообще. И сразу топ такой в тык просто делает. Вместо того, чтобы сбить овера, он просто, ну, ничего с ним не сделал. Четыре марика минка летят вперед. Пять марика минка летят вперед. Одному подождал. Не удалось съехать с полета на Мейнгзергу. А полет на Мейнгзергу опасен для здоровья. Как вы знаете, тиранов. Поэтому Марик, наверное, обломался. Только из барака сразу в дроп. Ну, Тупо, вот знаете, как нагло играет. Дома ничего нет. Один Марик. ЦЦ-шка на третью полетел. О, красавец! Не уважает тирала совсем, походу. Минус овер. Минка закопана. Линк прибегает. Выманивает залп. И два марика на халяву из-за этой минки погибают. Потому что она сплэшем дэмошем нанесла. Приятного здесь мало. Залетает сейчас топ. С кого-то другого направления. Минку нужно забрать сейчас. Выкопать, я так думаю. Зачем ее отдавать? Дисферон с оверсиром выбит тирал ее очень скоро. Минка выкапывается. Да, топ забирает. Улетает. Все правильно. Минка пригодится. Хоть она своих мариков и убивает. Но новые врывы необходимы. Бараки плюсом пошли еще. Четыре штуки. Но зато экономика у топа сейчас будет. И какая здесь овера пытается или не пытается принять. Либератор залетает. Сирал видит этого. Либератор видит дропчик. Дропчиком топ отлетает. Нужно раскладывать Либератора. Раскладывает сейчас топ Либератора. Кстати, королева. Так. Вот королеву Минка дропается сейчас. Кстати, королеву отогнал. Хороший дроп от топа сейчас. Так, линги вырываются. Мингов маленькие убивают. Пытается укуснуть Либераторов. Укуснуть не получилось. Но королев сагрил сюда. Пришел пять дронов. Минус. Ну, хороший. Вполне дропчик. 7189 по лимиту. Плюс два барака. Пять бараков сейчас начнет работать. Здесь у нас что? Улетел топ. И медивак. Баракам и Либераторам. Абсолютно правильное решение. Потери УЗРГ чуть-чуть. Даже в два раза повыше. Причем там дроны были потеряны. Что очень важно. Парабам 58-66. Ситуация очень близка. Факта у нас одна. Бараки еще добавляются. Сейчас скоро их восемь штук уже будет. Реактор под один барак строится. Под другие ничего не строится. Кстати, бараки достаточно удачно стоят. Все проходит. Все хорошо. Армори готовы. 1-1 сейчас будет готов. Можно 2-2 заказывать. Стим будет сейчас готов. Второй армор заказывает топ. Атаку пока нет. По грейдам впереди. Это важно очень. Это существенный момент. Да, 2-2 заказывает практически идеально. Марикам щиты единственные. Они будут очень долго готовы. И сейчас такой промежуток спокойствия. Топ не пытается как-то сагрессивничать, что-то сделать. Исирал в это время четвертую занимает хату. 10 дронов. Хайп пошел уже. То есть это свитч, я так понимаю, в милишные грейды. Свитч в ультралов идет сейчас. Очень-очень быстро со стороны зерга. Топ выдвигается вперед. Марики. Несколько Марика в танке. Нужно крип прогонять. Смотрите, сколько крипа усирало здесь. Пошел скан. Криптумор. Топ вливает. Сверху, снизу, везде. За один скан. И кстати сплэшем криптумор, который вне ранжа скана был сейчас убит. Неплохо крип почистил. Сейчас топчик. Дальше Марика одного заводит на стиме. Вот он бежит. Стимпак кончился. Марика скушали. Видите, что четвертая хата готова у Сирала. Вот на тайминге 2-2 топу и со щитами нужно что-то сделать сейчас интересное. Делать какой-то выход. У него 8 бараков. Это значит, у него продакшен не меньше, чем у зерга. Это очень сильный продакшен. У Сирала нет инфесторов сейчас. Они есть в руку. Два инфестора есть. Я не заметил, пока они стролились. Но два только есть. Это немного. Двумя тяжело перевернуть. Битву, если тиран элементарно сплитит хотя бы армут. Если он так пойдет, то, конечно, два инфестора могут унизить просто. Но если пойдет как-то пограмотнее топ, то все будет в порядке. Скан еще раз пошел. Стимпатчится чуть ли не в теме Марики. Но тут не знаю, зачем топ делает. Танк всего один. Вот это минус безусловный. Так, сплит Марика в хороших. Линги врываются. Реводеры где-то сзади. Дальше Сирал не идет вперед. Минки нужно вперед ввести. Четыре ультрала уже заказано. Топ что-то боится. Сейчас достоится здесь. Вылечил всех юнитов. Энергии у медиваков очень много. Ни танк, ни минкой вперед не ведет. Что он здесь стоит, зад-вперед бегает, я не знаю. Что-то перехвалил я топа. Все, прилетел, но вперед не идет. Ну вот... Так, полетел за дроп к Зергу на мейн. Судя по всему, здесь три плетки есть. Ультралы сейчас выйдут. Топу надо в лоб было давить, он ошибается. Что вот именно вот так вот действует сейчас. Нужно было действовать по-другому ему немножечко. На мейник дроп у Сирал готов, на врыв Сирал готов. Без... Так, прилетает топ. Прямо под лингов дропается. Хотя, не посмотрите, дает Сирал ему дропнуться. Мариков, ну очень много, кстати. Александр поддержал ваш канал на сумму 2470 рублей ровно. Лучший Старкрафт от помидора. Так, пытался пул с фокусом сейчас топ. Ультралы без армора за одну секунду до готовности армора разбирает топ ультральщиков. На четвертой базе у Сирала проблем никаких нет. Здесь он изи отбивает топ, причем всех подбрил. Лайтсен, спасибо тебе большое, очень приятно. Первый раз вижу тебя, что поддерживаю. Спасибо тебе. Сумма странная, но приятная. Так, 17 ксм к Сирал минуснул. Здесь дроп с овера был, судя по всему, 157-198. По-моему, это изи для Сирал. Не знаю, что лучше демаги, кстати, за ВЗ играть или против топа. Я думаю, что лучше против... Тут от силы игрока в первую очередь зависит, а не от стиля игры. Фаербольщики падают. Здесь дроп на пятую полетать. Здесь ультрал есть его без шансов, особенно если под него дропаться. Стоп, что ты делаешь? За дроп за минеральную линию пошел ультрал где-то сзади. Смарики дэмэджи он приходит и сразу еще более дэмэджи на них делает. По аминкам здесь Сирал бегает. Ой, инфестры в минус. Инфестры в минус один выживает. 40 сплэшем дэмэдж нанесем. 179-196. Гасты у топа пошли. Четвертую ЦЦшку зря не занимает Чертяга. Четвертая ЦЦшка помогла бы ему очень сильно. Мак 30 раз поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. И тебе спасибо. Ты луч надежды Киберспорт Старкрафт СНГ. Спасибо. Я прям застеснился на луч надежды. Звучит то как? А как же Ревчик? Как же братва? Ну ладно. Пусть будет так. Вылетает сейчас топ. Пытается вылететь. Сирал минус 4 медивака. Хотя нет. Два пока минус. Fireball падает. Третий минус стоит. Один выживает. Но... Блин. Долетался топ. Любят тираны летуны вот эти. Вот не люблю тиранов летунов. Так. Здесь минок очень много. Ультралы здесь рядом бегают. Инфесторы здесь рядом бегают. Fireball по минке пошел. Раз. Минка сделала залп. Попала. Еще минка одна. Залп не делает. Fireball два. Хоп. Минка минус. Еще одна. Линк выманил залп на себя. Гастов уже реально много. И ЦЦшка правда с мейна у топа перелетает. Но сейчас он нормально подерется. Он может нормально подраться. Нет. Велека. Только на инфесторов не попасться. Все что нужно топу не попасть на инфесторов. Скан идет. Гасты где? ЕМП пошло по инфесторам. Так. А где снайпершоты? Снайпершотов я не вижу. 180-194. Но микс очень серьезный у тираны. Посмотрим как на пинге топ справится с контролем. Я не уверен что он справится вообще. Но сидеть нельзя. Нужно выход какой-то делать. Ипп чуть-чуть отсирала. Спасибо ребят за поддержку. Всем неожиданно она прилетает. Так. Кстати это штоп 1 получается. Дробщики идут от топа. Выхода пока не идет. Все. Всем спасибо. Садится ССшка. Топ начинает центр занимать. Кстати такая плотненькая игра получается. Но усирала много очень ресурсов. Так. Инфесторы подходят. Реведжеры подходят. Что это за раскладка либератором такая идиотская. Объясните мне кто-нибудь. Ой-ой-ой намико стоп. Что ты делаешь. Просто минус столько лимитов мясо. Отведи же ты. Ну марики минус. Мародеры выживут. Мародеры пожирнее. Но таких ошибок. Но это пинг конечно решает. Но все равно нужно на это рассчитывать. Против инфесторов. Там бегать так не стоит. ССшку здесь Сирал пробивает. Топ на стимпаке идет отбивать. Сирал лингов не теряет. Между прочим пробегает мимо. Закопочек никаких нету. Бруды пошли. Там у Сирала насколько я вижу. Шестую базу занимает. Все пока хорошо. И там и там. Да разложи ты нормально либератор. Но они сами под себя разложены. Даже инфесторы в рейнших особо не заходят. Что за бред? Два ультрала пришли. ССшку отменил. Топ за снайпершотил. Ультралов двух штук. Это-то размен лимита, чтобы брудов выйти. Кстати брудов уже снайпершотить тяжелее будет гораздо. Так. Прилетают медиваки. Опять минус либератор. Уже пора рейндж либераторам я не знаю сделать. Что-то пора сделать. Чипа они не гибли на халяву. Викингов подстраивает. Топ понимает, что... Так бинды, да? Понимает, что так. Кстати. Гасты в отдельном бинде у топа. Вот я вам об этом говорил. Что за тиранов. Когда я рандомом играл. Всегда. Тимпачные юниты медиваки. Это один контрол. А второй контрол. Гасты. Третий контрол. Воздух. Либераторы либо викинги. Примерно что-то у топа такое. Ну это так просто удобнее. Гастами идет на крип. Что ты делаешь? Сейчас один микоз получишь и игру проиграешь. Гасты в инвизе зачем-то. Зачем гасты в инвизе? Сканет топ сейчас. Груды подлетают. Караптеры подлетают. Чтоб микозам было не так просто развалить судя по всему. Пошел микоз. Снайпершоты сбивается. Но часть снайпершота все-таки выкидывается. Нужно еще снайпершот сейчас. ЕМП в молоко. Часть гастов поставляется. Викинги где вообще летают они? Сейчас топ то ли из-за задержки, то ли из-за чего боялся контролить. Можно было просто просканить и снайпершотить подходящих инфесторов. Наглую микозовую кидать этот. Мидус пошел от Сирала. Топ, кстати, ЦЦшку даже не вычинял. 600 хп отсутствует. У Сирала вот у нее бинды. На четвертой контроль. Армия воздушная. Наземная, наземная. Вообще кто-то где. Так, ультрала заходит по четвертую базу. В это время топ какой-то гигантский дроб делает полудохлыми медиваками. Что ты делаешь топ? Дробчик прилетает под ЦЦшку. Сирала обратно что ли уходит? Да, в Нидус уходит. Один ультрал остался. Его нужно снайпернуть быстренько сейчас. Где снайпершоты там? Один гост, наверное, убивает. Усток дает. Снайпернул ультрала. Здесь криптумор остался. Нужно просканить, убить его. И... Да, чтобы вижена на новый Нидус не было. Просканил, убил. Нидус на мейн. 2-2 на воздух делает Сирал. Грейды закрепят. У топа не делаются. Грейды на воздух. Это очень важный момент. Устанавливаем гасты на муви. Подходит сейчас. Снайпершотить надо. Пару уже даже все ультрала ушли. Туретки нужно по периметру запилить. Почему? Они не спасут от Нидуса в одиночном количестве. Но если сделать вот туретки по краешку и грейд на рейндж, у них будет 8 рейндж. И просто так у версиром будет уже не залететь. То есть они теряться будут в перспективе. Вижена меньше у Зерга будет. Это важный момент очень. Установил 5-ю базу сейчас. Топ. На 4-ю врыв. Куда-то побежал сейчас. Так. Вот. Посмотрите. Оверсир залетает. Тут ему до сюда нужно долететь, чтобы Нидус запилить. То есть на весь Вижен зайти. Так. Ультралов по снайпер-шотил. Криптумеры выбиваются. Нидус выбивается. На мэйне врыв Нидус делает. Так. Ультралы 3 штуки. Но ультралов сейчас развалит. Топ. Заставляет Сирала его взад-вперед бегать. Но запас ресурсов уже скопился у топа. На центре блок хороший. На центре викингов боится у нас. Так. Ультралов отходит. Снайпер-шот. Один ультралов там на вторую пытается зайти. Нужно поймать. Гасты уходят. Ну неужели топ не может притонуть на две части свою чертову армию. Зданием дрейды не делает пока тоже. Вообще ультралов осталось. Что ты делаешь топ? Скан пошел. Добейте этого блин. Не снова блин. Товарищи. 100 хп осталось. Значит пол базы здесь развалит. Депушки бьет. Все бьет вообще. Здесь ультралы заходят. Здесь топ ловят. В принципе топ я бы не сказал что в минус здесь берет. То есть он ультралов подрезает и все. Понемножечку. Редкий не хочет все впилить груды в пять штук. Сколько грудов уже? Десять есть. И пять еще делать. Пятнадцать будет грудов. Четыре вайпера. Микс жестокий конечно у зерга. Если он сможет и стоп не сможет сконтролить. То печать. Вот ошибка от топа. Нолевые грейды на воздух. Ну неужели он не понимает что нужно делать грейды? Блин. Что за глупые ошибки такие? Кореец вроде. Викингов миллиард висит. Либераторы. Здесь уже 3-3 у зерга с двух спайеров просто пошло. Вот это сейчас и может зарешать. Были бы грейды у тирана. Ну тоже бы. Хотя бы там один-один я не знаю. Уже разница была. Да лучше два-два в два-два. Хотя бы чтоб равные были. Причем все ресурсы есть. Армори есть. Экстра соплая кстати. Сирал сейчас напилил. 207 итоги. Нидус на вторую прямо идет. Будет этот отвлекающий маневр в этот раз. Топ вместо того чтобы Нидус убивать бегает за чендлингами сейчас. Так здесь какой-то тройной дроп. На пятую базу полетел от топа. Идут вперед в руды. Ну вот викинги реагируют. А что викинги сделают? 2-2 характером. К рудам. Либераторы падают по немножечку. Здесь топ на третью врывается. На пятую базу получается к Сиралу. У Сирала там проблемы. База будет минус. Но топ если вот здесь сейчас отобьет линга. Потом отобьет воздух. У него есть шансы. Кстати по земле вообще получается у топа. У Сирала ни хрена нету. То есть можно сейчас эту проблевать. Следующую базу можно проблевать. Топ не контролят. Правда там ни хрена этот выход. Так скан пошел. Гасты в инвизе. Так несколько брудов по снайпершоте. Где викинги? Викинги сзади висят. Старкортов много. Просто миллиард здесь инфесторов с энергии полной вообще сейчас. У Сирала нужно как-то принимать бой. Топ заходит дальше. Базы падают кстати. Сирал теряет всю свою добычную запас гигантский. То есть он хочет армию вот эту законтролить и выиграть основную битву. Вообще в дропы полетел сейчас топ. То есть он собирается играть в размен. Похоже на тот. Один ультралис заказан здесь и сейчас. Викинги улетают. Улетают медеваки куда-то там. ЦЦшки теряют топ. Даже не поднимают сейчас. Это ошибка. Карапторов сколько усирало? Оооооуд. Карапторов 18 штук с 3.3. Не ребятки это. Джулики. Еще и вайперы были. По вайперам ЕМП сейчас зашло. Где все медеваки? Медеваки летят через порки, через королев топ вообще сейчас как бич полетел. Реально как бич. Вот прилети к этой армии Присоединись и всем фронтом Иди все нахрен выбивать Прилетел и отдался, минус топ Судя по всему, ему и будет не убить Хотя, посмотрите, викинги неплохо дерутся Вообще караптерами Сирал не дерется 3-3 караптера против 0-0 викингов С Микозом, вы о чем вообще, ребята Это минус топ 1-0 Сирал здесь будет Бегаем еще топ Уже сколько раз топа зовем Он в первом туре проигрывает кому-нибудь Попадается то на Сирала, то еще на кого-нибудь Ждем вторую карту Так, Паша Паша, нужно с собакой отойти сейчас Я спрашиваю, какая карта следующая Терраса Приона Терраса Приона Чего-то мэджет не заходит Поехали Ну, пинг тоже решает Но если бы топ играл на Корее И Сирал бы из Европы С Кореей играл Он бы не смог бы викингами 0-0 Расконтролить караптеров 3-3 с грейдами Тем более там Микоз еще был Какой к черту там пинг Там грейды отсутствовали вообще напрочь Может быть были бы, если бы викинги 3-3 И то там караптеров больше, чем викингов Караптеры могут с более слабыми грейдами викингов разбирать с Микозом Напомню, что после этой игры будет матч Хэппи против Касса Четвертьфинальный Сегодня пройдет два матча четвертьфинальных Хэппи Касс И Стрэндж Вердос еще будет Один у нас матч сегодня То бишь в субботу у нас будет только два четвертьфинала Два полуфинала Финал и матч за третье Возможно, если игроки будут не против полуфиналисты Мы изменим формат на Бо-5 Не знаю То есть матч за третье Бо-3 Оставим, финал Бо-5 И полуфиналы просто не Бо-3, а Бо-5 сыграем К примеру Не знаю А может не будем заморачиваться Посмотрим, короче Думаю, что мы, наверное, даже не будем Время почти десять уже Долго у нас идет стрим сегодня Еще, наверное, часика-полтора-два пойдет Так, добывать серовок начинает золото У топа ЦЦ-шка первая, кстати, была Три барака добавляются Любят билды такие экономически выгодные Топ Вот КСМ-ок контролит четко В прошлой игре Немножко не хватило контроля Нидусов, там грейдов не хватило Топа мог, мог он затащить, я думаю Мулы летят на мейн Вот в плане понимания Все топа крут Не кидает на золото мулов То есть на золоте бонуса нету мулов Поэтому здесь рабочим, конечно, надо Бывать их на мейн лучше кидать Потому что мулы будут Побыстрее высасывать мейн И более-менее одновременно база будет добываться То есть инкам будет стабильнее сохраняться Это важный момент Здесь 5 мариков на рампе Все хорошо Один на патруле Здесь треть хата у Сирала Вижу эволюшн Эволюшн для передропа Судя по всему, потому что лингов Подстроил Сирал сейчас Сколько у него? 10 лингов Да, похоже, что передроп будет В эволюшн и также играет Можно было бы запилить Топ готов Один марик патрулирует Но он патрулирует Надо ближе к краю патрулировать Потому что он уже по факту Видит, когда линги начнут разгружаться Хотя здесь марики не так далеко Поэтому все равно линги сейчас Во-первых, марика сгрызут Вот топ, посмотрите Вот пиздец Все, линги на муве Сейчас врыв будет Топ видит Топ не видит Сейчас мариков высадил Здесь еще бункер В нем мариков нету Депошки открыт Заходит топ лингов Подбревает несколько штук Пытается Сирал Как-то там убежать Куда уже? Не убежишь отсюда Хотя Если топа и задержка Еще плюс Плюс линги на муве Тяжело их поймать 5 ксмок минус 0 Сейчас Приятного мало Все преимущество экономическое Уже слилось Здесь депошку надо было бы закрыть Депошку не закрыл Мародер один встречает Лингов нужно Здесь ксмками Нужно помочь Помогает ксмками Топ Себе отбиться Не критично 7 конечно Но на 10 лингов 7 ксмок размененных Это ну Для зерга Мягко говоря Очень выгодно Так Ага Понял ли Сирал Что здесь происходит Не уверен А понял он все Это стиль полта Бараки Без медиваков Собственно говоря Там 11 раучей По этому поводу Заказывается Уже один линк минус Топ выдвигается вперед Еще и со щитами Завтыкал Такую бирку Всполняется Втыкать грейдом Который любой здесь Грейд ключевой Да это же очевидно Так Три линга еще Перебегают сюда Приятного для топ Мало 75-96 Сирал там Очень много раучей Подстраивай Тсмками Лингов выпилил Так Здесь одна еще осталась Ксмочка Приходит топ Ну вот стим готов Этот врыв должен быть Со щитами обязательно Без щитов он не работает Мародера одного теряет Отходит Топ назад Пару лингов Пукайтил сейчас Еще покайтил Множечко Отступает дальше Мародера нельзя Покуснуть Да сейчас Так Может он на развороте Бой принять Принимает топ Бой на развороте Представьте Если маленький Со щитами было Совершенно другой расклад У них значительно Больше хп Было Здесь и так Топ вроде как Разваливает Понемножечку Но Гудь там Щиты Еще и фугаса Не сделал Фугаса тоже То есть био Должно быть С тремя грейдами На вот это Чертово био Чтобы работало Все по-другому Никак Заходит Топ 79-109 Сирал Легко Здесь обороняется Достаточно Судя по всему 2-0 Польза Сирала Сирала Топ Тоже расстроится И в итоге Не будет Фугаса Гай-гай Пишет Топ Ну что Кэби против Касса Должен Длиться А касса Здесь Здесь Так Ну что Отписываю Кассу Так Что-то Касс пропал Куда-то Теперь Я вообще Онлайн Не вижу А вот Держи Сверху Нарайся Нарайся Держи 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 Продолжение следует... 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 Поехали, все готовы... Начинается битва КАС против Хэппи... Противостояние Пека... Ну, раньше это было противостояние, да, очень жесткое, топ тиранов СНГ, сейчас же КАС... Ну, неожиданно, он Минато, правда, выиграл, вроде как тренится, но послабее стал, надеюсь, сейчас достойные игры покажут... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, все, возвращаюсь в игру Не отвлекать будешь Хэппи через Рипера начинает Касс начинает через факту Марик строится Депошку тут Хэппи мешает кассу запилить Но недолго он мешает Пострелял Мариком немножечко Отогнал в итоге КСМ-чика Рипер летит Хэппи вперед Марик пошел ЦЦ Стандартный более-менее билд Интересно, что касс хочет с фактой делать Сейчас посмотрим Тут Рипер Не, полетит, полетит Хэппи вперед Рипером Нужно Мариков сплетануть пограмотнее Чтобы Рипера встречать нормально Так, бинды вам показываю У касса вот Так, первый контрл армия Потом рабочий У Хэппи он сколько биндов Так, 7, 8, 9 СЦ Одна СЦ, с ней вторая не готова Хотя нет, две, две Четыре факта Три барак КСМ-ка на факте Два Рипер возвращается домой Понял, что ты тут Все нормально, мы играем Касс немножечко пришлось Подождать Он был не в онлайне А был в скайпе Ну вот, раньше касс бы был в онлайне Раньше касс бы ладер катал безостановочно Сейчас, видимо, касс только не тренется Вот это, конечно, плохо Тяжело будет выйти на хороший уровень Ну что, 6 мариков Минка, передроп со стороны касса Сразу же так Либератор не заказан Хэппи в скане пить, блин Идеальный скан от хэппи Просто видеть, что касс полетел вперед Есть на мэне чем встретить Нет, нечем встретить на мэне особо Касс может на вторую, кстати, пролететь Почему бы и нет Что он и делает, собственно говоря Нужно буст еще один раз рубать Цэшка строится Викинг строится Циклон строится у касса Я за красивую игру Конечно же Врывается касс Вместо того, чтобы 3 буста заюзать Касс заюзал только 2 Врыв идет Марик Минка копается КСМ-ки уходят Не одну касс подрезал Все нормально Одну подрезал Ну а самая главная добыча Здесь напрягается Успел Марик Засадить медивак Здесь дэмэдж Сам себе уже нанес касс С вами врывом Придется сканить Чтоб минку выбить Сейчас хэппи У него есть энергия Но он пока не сканет А почему? Минка же сейчас убьет рабочих Так, забыл касс медивак Буста еще пока нету Вот буст рубается Улетает КД идет Сейчас туретку хэппи заказывает Вот надо стрельнуть Вот какую-то вот в эту И тогда 2 погибут Но касс не контролит Тут нужно в такие моменты Видеть, контролить Возвращается хэппи Минку сейчас убьет Но лишняя КСМ-ка Убить это всегда хорошо И лимита касса, между прочим Больше после этого дропа Так, викинги, танки Здесь Марики еще строятся Да, складывается второй Пользователь Арнольн до 0,1 Активировал премиум на ваш канал Ронда 0,1 Спасибо тебе За премиум Бараки добавляются еще Ну хэппи, кстати, посмотрите Хэппи сравнивается Вот как угодить Только что касса была больше Намного лимита А в итоге хэппи и по рабочим нагнал И по лимиту нагнал А, у касса 3-я цэшка Зато он у касса А, здесь уже готова 3-я цэшка Короче, хэппи Восстановил паритет сейчас Хотя, казалось бы Касс должен был держаться в плюсе Он в плюсе держится Но в очень небольшом Сейчас по лимиту Цэшечка перелетает Касс тоже цэшка сейчас будет готова И потерь-то у касса больше не было Бараки какие-то сверхпоздние Стимпак Хотя у хэппи тоже поздние Но у хэппи еще плюс 2 уже У хэппи сейчас уже 5 бараков Скоро будет У касса пока что 3 только Орбиталка морфится По лимиту сейчас хэппи уже вперед Начнет вырываться Нужно как-то было Агрессивнее, наверное, кассу действовать Пытаться Пытаться хэппи поджать Еще немножечко Пока, кстати, смотрю Вот от касса тоже бараки добавляют Пока вообще более-менее вровень Игроки идут У касса стимп-щиты заказаны тоже Марики строятся Танки подстраиваются Цэшка вылетает Хэппи чуть раньше начало добывать По рабочим вперед вышел По лимиту В общем, тоже вперед немножечко вышел Еще у факта Еще барак 6-й пошел Вот это раньше, чем у касса У хэппи по-любому Будет все делать Мул полетел на третью часть КСМ и касса переводит С второй базы, с мейна Короче, по 16 везде Добыча начинается понемногу 104-106 107-104 по лимиту Лимит очень близки сейчас Все будет зависеть в таком раскладе от боя Вот касс не добавляет Посмотрите, реакторы на бараке касс не добавил То есть у него без реакторов Сейчас продакшн Хотя и по лимиту за счет этого чуть вперед вырался Потому что у хэппи пока реакторы в плюс не ушли, наверное Или хэппи просто не заказывает Пошли реакторы, наконец-то Второй факта и нет Еще барак не добавляет 130-104 Здесь лимиты У хэппи армор делается Уже плюс 1 готов У касса что? У касса плюс 1 только пока делается По грейдам отстает касса в хэппи, очевидно Абсолютно У хэппи сейчас 2-1 вообще будет заказано Вот это может быть критически важным моментом В этой игре Медиваки как-то здесь строятся не одновременно Не очень хорошо, но не смертельно Ну что, полетит вперед Пока не летит Касс плюс и по лимиту Смотрите-ка Пока такое стояние просто идет С небольшой разведкой То есть касс тут с эклоном есть Разведывают хэппи мариков Вперед выводят Касс только СМ-кой проверять Не для четвертой базы Ну, Гиллион сейчас ее минуснет, конечно Ну, касс, хотя не четвертую не спалил 2-1 у касса тоже вторая инженерка запилена А армор что не заказывает, не понимаю Можно заказать уже В итоге 1-1 хэппи против 1-0 касса Ну, касса больше лимита Очень будет важно, кто первым дропнет Сейчас четвертую цешку Касс прямо снизу ставит Хэппи ставит ее аккуратнее Сейчас я вот так это сказал Назвал вот Так, здесь циклончик Стоит, не видит касс Что хэппи здесь рядом летает Сканет хэппи Пошла атака Касс понимает, что здесь что-то не то Заходит Часть мариков Хэппи вперед Касс куда-то часть мариков своих повез Что он там расконтролить хотел 7 танков Нет, это не получится делать Проседает по лимиту Неудачно Касс подрался У хэппи 2-2 У хэппи У касса 2-1 заказана У хэппи будет 2-1 В 1-0 касса сейчас Скорость ситуации Касс что-то летает Дропается У хэппи сидит медивак Пока касс сейчас будет загружаться Чтобы позицию поменять Хэппи может уже выгрузиться И вообще все будет замечательно Так, прирост подходит Касс танки берет Воздух сейчас Часть танки в сис Идет вперед хэппи Касс дропается Кто раньше-то дропнулся Я не понял Хэппи, по-моему, раньше дропнулся На лом минус касс Или не минус Пока не минус Но еле-еле касс здесь дерется У хэппи 1-1 Да, за счет 1-1 пробивает 150-110 Минус касс Сейчас уже точно Абсолютно ГГ Вот скорость реакции Здесь очень важна была Конечно, в этом замесе Орбитальная версия Следующая карта Создаю игру Было ровно Ну, конечно, в таких раскладах Замес один решает И все Так, на Яндексе 25 рублей Коми, привет Теплый ламповый коми Наверни кофейку Знаю, уже тебя знаю Кофейку хорош Уже выпил сегодня Больше не будем пить кофейку Так, поехали Ну, как-то для кассов Все смотрелось лучше До битвы Ну, что Вторая игра у нас Кэппи начинает Газ до барака Ну, факта, естественно, будет Касс тоже самое делает Ну, такая игра Если будет двойной передроп Может очень быстро кончится Почему? Потому что Одна ошибка Все решит Сколько синеньких Разноцветных Смотрит Спасибо всем за внимание Ребят Спасибо всем за поддержку Напомню, что Вы можете поддержать меня Мой канал По реквизитам Описание Или через плеер Подпиской на премиум Отличенными Отблоками Также поддерживайте Бабролигу И другие турниры Все, которые делают В общем-то Ребята Это очень важно Потому что Будет поддержка Будут турниры У Касса Два газа Факта заказано У Хэппи Тоже два газа Тоже факта заказано Касс разведывает Хэппи не разведывает Насколько я понимаю Да Слепую играет Теперь самочка На патруле Касса Да Счет надо поменять Прошу прощения 1-0 Хэппи Чуть не обратил На это внимание Ну уже подустал Стрим идет У нас сегодня Старлига была Запись на главную Выложена Для остаться Она изи В общем-то кончилась Там час всего Посмотреть Ну там Гплеер только Естественно Потом я начал 13 с чем-то Стримить 13.00 Я начал стримить Не 13.00 13.15 13.20 Я начал стримить Дуюкап Китайский Там интересные Игры были Я сейчас Когда начну Выкладывать Выложу Выложу И этот Турнир И Бобролигу Ну а В 17.00 Началась Бобролига Короче То есть Грубо говоря Сейчас Я начал стримить Очень много Уже 10 часов Учитывая Учитывая Старлигу У нее 20 часов Стрим идет Хорошее В общем-то По времени Количество Представь КЗ 2 геллиона 2 риперка Третий Рипер строится У КАЗ Еще один Геллиончик Делается КАЗ Летит Вперед Смотрите И Хэпи Вынужден Реагировать На это Вот такая Полетная Начинается Движуха У Хэпи Викинг У Хэпи ЦЦ Раньше Чем у КАЗ Кстати Намного Получается Она Ну что Может КАЗ Умеет смысл Увести Остальных Геллионов Тоже вперед Домой Улетел И Хэпи Домой Улетел Подумали Что ну Нафиг Пока Лучше Посидим Немножечко По Домам Маскаль А 14-15 Да 14-15 Ну в любом случае Со Старлигой Уже 10 часов Есть Нога уже Хорошо Блин Что-то я Правда Перестал Гимнастику Делать Попоблинился Надо разрабатывать Ну специально На лифте Просто не катаюсь Наверх Только вниз Иду Иду на муве Вот жду Не дождусь Когда по суше Станет И потеплее На велик Сесть Блин Вообще Кайфану Тогда Конечно Как раз Для разработки Идеально И Так Хорошо Летят Мула Здесь У нас Что Здесь У нас Танчики У Хэппи У Каса Все то же самое Опять Очень похожие игры И опять Чуть впереди И Кас по лимиту Ну в этот раз Никто Грейды Не делает Но сейчас Хэппи По лимиту Вырвется Вперед Я уверен Парабам Он уже В плюсе У него Цц Раньше Вторая Была Готова Кас Втыкает Там С орбиталкой Завтыкал Уж Хэппи Уже Третью Ставят У Хэппи Есть Инженерка А у Каса У него вообще Есть Инженерка Нет У него даже Инженерки Нет Это плохо Короче говоря Будет Отставать В итоге Судя по всему Кас Здесь и отставать В ближайшем будущем Будет серьезно И по грейдам И по экономике И по боевому Лимиту Просесть Может Может Врыв Какой-то Двухбазовый Может Прокатить Я не знаю Надо Вперед Так Двигаться Кас Танки А У него Викинги Еще Да Это выход Будет Стороны Кас Реактор Пошел Ну С реактором Можно Два Медилака Заказать Как раз Будет Три танка К Трем Медилакам Хотя Уже Четвертый Построится Ну Не суть Танки Взять Викингов Взять И идти Прессовать Третью Базу Хэппи К примеру В Хэппи Контроля Например На воздух Нет У Викингов Нет Стимпак Кас Заказывает У Хэппи Лава Чуть По позже Чем У Каса Каса Третью ЦЦ Не спешит Заказывать Сейчас Инженер Строит Позднюю Очень Какую Кас Готов Старпорт Но У него Ничего Не заказано В чем Проблема У Хэппи Стимпак И щиты У Каса Барака Нету С лаборатории Второго Да Стимпак Раньше Будет Ну Ненамного Два Медивака Заказ Нужно Ити До готовности У Хэппи Там Стимпак Щитов Сейчас Каса Вперед Прям Сейчас Ему И нужно Вперед Ити На самом деле Хочет Что-то Разумное Здесь Делать Воевого Лимит Чуть Больше Но Тут Будет Решать Эффект Неожиданно Еще Но У Хэппи Три Медивак Уже Танки У них Сидят Короче Так Себе Расплат Для Каса Вылетают Новые Медиваки Две Штуки Танка Четыре У Кас Нужно Забирать Раз Два Этого На Муве Вести Вперед Ну Лететь Конечно Уже Пора Сидится Кас Ну Две Базы Но Какие Две Базы Не Агрессивные Нужно Естественно Если Ты Такую Играешь Нужно Делать Что-то Двигаться Понемножечку Здесь Тем более Гелеон Хэпи Контролит Кас Сейчас Все Юнитами Спалятся Щиты Как Не Делал Так И Не Делает Бараки Просто Без Реакторов Работают Сейчас 117 110 У Хэпи Уже Третья Сэшка Добывается Два Газа Они Маляки Спличные Стоят Газ Пока Идет 40 секунд Я думаю Пройдет То есть Особенно За Гелеоном Будет Кататься 40 секунд Пройдет И у Хэпи Стим Будет Готов Все Хэпи Будет Щиты Стим Ну да Меньше Лимита Боевого Но У Хэпи Будет Один Хотя Один В один Будет Грэйдеска Будут Грэйдеска И все 40 секунд До Атаки Как Раз Каса Сейчас Посмотрим Чем Все Это Кончится Отказ Щиты Пожалуйста Заказывает Делаешь Выход А щиты Не запилил Ну Как Без Щитов Здесь Конечно Маленький Со Щитами Эффективен Будет Грэйдеска Хэпи Старается Широшнапс Поддержал Ваш Канал На сумму 100 рублей Ровно Стой Куда Ты Но Ты Соня Как Тебя Зовут Но Тебя Даже Вчерашний Шторм Не Разбудил Говорят Мы Уже Приплыли В Моровин Нас Выпустит Это Точно Вероятность Крайне Мала Что Тут Тебя Хотя Нет Тут Тебя Понимаю В любом Случа Но Не Я Так Пошла Атака От Хэпи Хэпи Сам Вперед Идет Каз Без Щитов Снизу Берется Слоу Граунда Хэпи Еще Там Гранат Успел Кинуть Каз Туда Короче Хэпи Больше Лимит У Каз Ничего Не Получилось Третья Сц В итоге Поздняя Скан Идет Каз Видит Что Здесь Нечего Делать И Каз Действительно Здесь Нечего Делать А Хэпи Уже 2-2 Сейчас Будут Греды Заказывать Да У Каз Даже Армор Первый Не Заказан Хэпи Сам Вперед Пойдет Судя По всему Спасибо За Поддержку Всем Шура Шнапс Скопился Каз На Менюсе Вторую Инженерку Это Было Работать Что Делать Каз Он Пришел И Хэпи Как Подавил Продавил КСМ Сбрил Сейчас По Другому Это Не Работает В итоге У Хэпи Все Прекрасно Так Два Марика Выбегаются Приниматель Марика В Каз За Того Марика Один Мимо Так Пошел Разбирайся С ним Сам И Марик Разобрался Он Чисто Мужик На Одном ХП Без Всякой Помощи Ушел От всех Обиделся Пошел В отдаленный Уголок Карты Хэпи Прилетает Каз Сейчас Танки Дропают Нужно Переводить Мариков Сюда ДС Третью Поднимает Каз Сейчас Либераторы Здесь Есть Нужно Улетать Как Как Так Каз Идет Вперед Хэпи Вступает Ну 177 124 Через Буквально 25 секунд Будут Гриды 2-2 То есть Каз Будет Драться Против Хэпи 2-2 Со своими 1-1 У него Армор Сейчас Доделается Ну Если Сейчас Хэпи Примет К1-1 В 1-1 Гол Уступает Назад У Каз Есть Либератор Но Он Тут Сильно Не Зарешает Так Догоняем Хэпи Каз Дропают Танки Дропают Танки Знаете Еще Мари Хэпи На Муви Уходят Вперед Отдаются Каз Вперед Сюда Шипать Нет Вперед Так Каз Лучше Не Идти Викинг Либератора Сейчас Собирается Убивать Викингом Хэпи Собирается Либератор Каз Убивать Пошел Врыв Либератор Минус Танки Идут Вперед Хэпи Спритит Сейчас Видит Что 2-2 Доделалось Минус Каз Ну Тут Слишком Большое Преимущество По Лимиту Было Г-г-г-г-г Отлично Хэпи Идет Полуфинал Отлично Для Фанатов Хэпи И Отлично Что У нас Кончился Очередной Матч Стрэндж Против Вирдоса Отлично Уже Все Почеркали Красавцы Орбитальная Верфь Лирилак Резко У нас Все И серость Конечно Надо начинать Что ждать Стрэндж Последнее на сегодня будет три Второй четверть финала определится между прочим Императора оппонент В полуфинале не расходитесь Продолжение в субботу только будет Завтра не будет в авроливе Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят Вирдос блочится полностью Стрэндж придет сейчас это увидеть Стрэндж, кстати, играет не кибернеткой Билд отыгрывать А Вирдос вообще что-нибудь вывел на карту? Нет! Он просто на мейне там сидит Крейзи Квин Порезали, порезали каосов Почикали просто Подворотни Теперь у них мало дэмэджа Они ходят только головой вертят своей Ну, не прямо жестко так убивают Мариков и Билу, как раньше Ну что, по экономике, Стрэндж будет плюс абсолютно точно Ну, а если Вирдос выиграет Стрэнджи То это будет элегантный полуфинал Вирдос против Хэппи Реванш за шоу-матч Ну, а если выиграет Стрэндж Стрэндж, кстати, Хэппи выигрывал Уже было дело Тогда это тоже будет ВВП То есть уже точно не зеркалка будет Полуфинал Здесь у нас протс Тирана Верхнюю часть сетки Забрали А нижнюю часть забрали зерги Рева против Гуру будет Четвертьфинала, прошу прощения И Димага против Сирала будет Другой полуфинал Кстати, там вообще сплошное ЗВЗ Четвертьфинала То есть полуфинал там тоже ЗВЗ Ну, кстати, финал, матч за третье Точно будет не зеркальным В этом есть плюс определенный Ну что же, будем смотреть Так, летает Вирдос проверяет свой периметр Рева у Стрэнджи почти готова Плюс два гейта У Вирдоса тоже Сначала два гейта, только потом Рева Но билды похожи Но Стрэндж плюс И по экономике у него нет Стрэндж, конечно, у него из-за этого плюс И призма заказана сейчас Опять рабочих уже впереди Что это будет? Кстати, Стрэндж демонстрировал пуши Вот такие с призмой, с мейна Было дело когда-то Ну, если Вирдос подстроится Три гейта открываются Призма останавливается Да, варпливает еще сталкеров Идеальный варп Пока летит КДшечка на гейтах Пройдет на этих И еще и Еще и три гейта Откроются новых Как раз четыре юнита прилетают Плюс шесть варп И вообще великолепный врыв получается У Вирдоса Робо Б Вирдос готовится к какому-то там Долгой игре Но здесь долгой игры не будет На самом деле Призма врывается Сейчас Вирдос ее не видит пока Пошел варп Он даже варп не видит Четыре сталкер варпятся Варпятся еще зелки Вирдос палит это все дело Заходит Ход филон Минус филон Сейчас будет Минус уверчаж Робо отключено Два гейта отключены Контроль от Стрэнджа Начинает с призмой Нужно аккуратнее быть Контроль идет Контроль от Стрэнджа хороший Нужен варп срочно новый Стрэндж Пошел до варпа Это адепты кстати говоря Варпят Сталкеров забирает В призму сейчас Вирдос хорошо контролит Пилоны новые добавляет Сейчас кажется У Стрэнджа здесь не проходит Пуш Уверчаж Пошел Уверчаж сильный Дэмэдж наносит Адепты телепортируются Сейчас далеко Так Здесь Стрэндж очень хорошо Законтроливает Уходит вниз Сейчас Адепты Напрягает 12 пробок Минус Ну кстати Какого-то колоссального Примустия нету Лимит практически равный Сейчас Уверчаж пошел Стрэндж выходит Из рейнджа Пилона Призму нельзя дать Убить сейчас Из рейнджа Пилона Вышел Мазер 4 минус 0 Уверчаж Больше овердоса не будет Контроль продолжается Очень хороший Со стороны Стрэнджа Нужно фокусить Именно Сталкеров Сейчас они с пробками драться Вон там дэмэдженный Какой стоит Стрэндж очень круто Отконтроливает Адепты доварпливаются Какой контроль Хорошие сталкеры Туда-сюда садятся ГГ пишет Ввердос 1-0 Стрэндж Хорошая игра Получилась Контроль на высоте Со стороны Стрэнджа Был Ну и Ввердос Так Было резво Принял бой Но потом Что-то Что-то пошло Не так Потом Не хватило Варпа Не хватило Уверчажа Адепты отвлекли Пробок Часть погибла И Самое главное Вырубилось Робот Отстрой хотя бы Одного Иммортала Ввердос Я уверен бы Что это была бы Победа Но Никаких Имморталов Не было К сожалению Так Ну что Готов Ли Стрэндж Поехали Желаю Всем Гл Гл Да Начнется Битва Ну что 1-0 Трэндж Лирилак Карта Очень Открытая Можно Агрессивные Билды Не пропустите в субботу решающую стадию турнира Завтра у нас Стрим Я Очень долгий Не буду Пилить Завтра Я хочу Сделать Как Завтра Дую ТВ Будет Турнир Я его Постримлю Вот И потом Предлагаю Ализарду Просто Допровести Например Завтра Финалы Турнира Старлайн Лига Там Стрэндж Против Демаги И Спеллстингер Против Минато В финале У нас Бьется Бой 5 Бой 7 Соответственно Там Система Ну Если Ализард Будет Готов То Запилим Так Если Нет То В воскресенье Это Наверное Перед Гоуф УСК Будем Все Впиливать Вот Ну Что Два Гейта Вирдос Стрэндж То Же Самое Гейты Готовы Сталкеры Заказаны Сейчас Пробочка На Ксилнаге Ну Что Стрэндж Тут У нас Проверяет Что Вирдос Делает Вирдос Уже Видел То Что Делает Стрэндж Оба Через Сталкеров Начинает Мазерхор Яндекс Поддержал Ваш Канал На Сумму 111 Рублей Ровно Гэгэшные Пословицы И Поговорки Вирди Красен Пением А Стрэн Шумением Да Это Было Весело Реально Вирди Не Пением Вирди Пионист Да У тебя Вирди Пианист Какой Ты Нахер Блинкер Такая Песня Вот Как Это Было Ну Что Сталкера Здесь Две Штучки Есть Две Еще Будут Штучки Сейчас Вирдос Делает Телепорт Успеет Сделать Успел Телепорт Ну 46 ХП Осталось Да Пофиг Главное Что Энергия Есть Плюс Гейт Пошел Это Интересно Это Элегантно Судя по всему Это Будет 4 гейта Со стороны Вирдоса Стрэндж Запиливает Твайлайт Но Под Нексусом Будет Тяжело Отбиваться Хотя С Оверчажем Можно Попытаться Это Сделать Будет Но Без Блинка Конечно Будет Тяжко Кажется Понял Стрэндж Что Происходит Спускается Вниз Понял Что Вирдос Делает Рыб Да Да 4 гейта 4 гейта 4 гп Я бы сказал Но 4 гп Лотовские Они Гораздо Гораздо Они Очень сильно Отличаются От Ходсовских И Воловских Так Стрэндж Уходит На Хайграунд Так Сталкеров Держит На Хайграунде Боится Врыва Какого-то Ну что Будет Оверчаж Сейчас Пойдет Вирдос Вперед Сталкеров 7 штук Стрэндж Здесь Снизу Стоит Видит Стрэндж Вирдос Оверчаж Выставляется На Филды На Пилоны Лезет Нужно Филд Поставить Раз Два Филд Мешает Пройти Нормально Отступает Стрэндж Дальше Мазеркор Минус Энергии Почти 50 Там Было Это Уже Неприятно Судя По всему Блинк Не успеет Доделаться Сам Сталкер Почему Назад Не Отводит Не Понимаю Отводил бы Сейчас Назад Дождался Блинка Хотя Какой Дождался Там Блинк Наполовину Нет Здесь Стрэндж Ничего Не Дождался 1 1 Ребяточки Ну Это Пвп Беспощадный Бессмысленный Хотя Нет Все Вполне Осмысленно Вирдос Рискнул У него Получилось Все Пвп Такое Бывает Не Всегда Надежность Решает Все Контроль Пошел Но Стрэндж Здесь К сожалению Не Убит Вирдоса Начался Фокус Плокиров Сейчас Стрэндж Вирдоса Пробок Всех Отфокус Стрэндж Покидает Игру Стрэндж Вирдоса Угг Не Пишет Странно Деревья Не Пишет Так Решающая Карта У нас Какая Руины Сераса Будет Все Таки Не Так Все Просто Здесь Для Стрэндж Оказалось Вирдос Рыпается Поехали Спасибо вам Всем Еще раз За поддержку Различную 1-1 Счет Решающий Счет Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, серос-карта гигантская, но здесь, опять же, она достаточно открытая, вторая база, широкий проход, то есть можно врываться, можно через два гейта играть, и я вижу, что через два гейта, собственно, и играют Вердос и Стрэндж. Стрэндж едет в разведку, угадать нельзя, кросс-риспы, куда Вердос поедет, если наверх, то не пересекутся даже, а да, наверх Вердос едет. Но Стрэндж раньше Вердос найдет сейчас. Так, второй пилон Вердос пошел, газа два добывается, и гигантка строится, посмотрим, через что открываться будет. Еще один пилончик у Стрэнджа. Сталкеры у Вердоса, Сталкеры у Стрэнджа, Мазеркор заказывают все первым делом, даже Стрэндж, нет, Стрэндж раньше, чем Вердос заказывает, но энергии будет больше, соответственно, чуть пробок больше Стрэндж не строится, а зря. Пробку на мэне Стрэнджа у Вердоса, подозрительно, но видимо, ну это явно не будет пуш тут с мэна, какая-то попытка пилонов наставить, просто пробкой будет проверять сейчас Стрэндж, что происходит, что у нас Вердос. Хотя не буду зарекаться, вдруг еще, и вот какое здание ставит Стрэндж, вот что еще ставит Стрэндж, и вот что он густит, кстати говоря. Это может быть очень опасно для Вердоса, потому что вот эта вот, вот эта вот штучка, она может поставить кое-что, и это с этого кое-что может просто пригореть потом. Хотя нет, Стрэндж решил пилонов не ставить, а ведь пробка могла запилить, и пробки-то нет на карте здесь. Так, видит Робо Стрэндж, понимает, что, опа-на, да, да, это полноценный пуш идет, но Стрэндж при таком пуже важно стоять против, потому что грелкам далеко очень лететь, а так они сразу выходят в битву, это очень-очень важно. Или, а нет, Стрэндж просто. Нет, это перестраховочная вообще грелка. Интересно. Интересно. Ну, посмотрим, чем это для Стрэнджа обернется. Вердос четырьмя Сталкерами уже тут около Стрэнджа бегает. Ну, два Сталкера Стрэнджа, грелка легко, все отобьют, нужно отойти Сталкером. Стрэндж реагирует, отходит, но не сразу, кстати, дэмэдж не получал. Стрэнджа выходит сюда, Вердос не стал ломиться дальше, Сталкерах никто не потерял, но Стрэндж потерял ХП Сталкером. Ну, половину, примерно, 42 ХП, Вердос не потерял ХП, вообще только поля. Так, у Вердоса Рубубейтс, он собирается дестабилизировать, судя по всему, ситуацию, летать, дропать, урываться. Я весь день там на Team Liquid, там это обычные ФП-стримы, другие турниры, все равно нет. Вердоса Рубейтс, это обычные ФП-стримы, другие турниры, все равно нет. Таааааааа! Выдвигается Стрэндж вперед, пилончик пошел, ребят, что-то я подзавис, подзадумывался сейчас, силки идут, тут варп, правда, долгий будет у Стрэнджа, но лимитов 40 на 24, в его пользу, 3 грелки у него есть сейчас. Вердос летит Хараси дестабилизатором, врыв будет жесткий, но он не готов лофт принять бой, вот в чем проблема. Стрэндж заходит с Гвардиан Шилдом, дестабилизатор, 4 пробки, минус, в это время на лом идет пилды, какие хорошие, минус сталкеры. Все вообще вердосу, минус пилон, и это минус вердосу. Почему? Потому что сейчас просто с разогревом грелки убьют все пилоны, нужно пилоны убивать, Стрэндж грелки не контролят сейчас, это провал. Нужно отступить, мочка дальше, Мазеркор на контр-выходе сейчас запревает Стрэндж, у верчажа недолго сейчас работают. Стрэндж будет биться с Хэппи в субботу, хотя лимит овердоса даже при выходе было больше, обратите внимание, но это пвп, это пуш, будем смотреть за Стрэнджа болеть, кто в нему болеет, против Хэппи в субботу, приходите в 14.00. Завтра Дуюкап и... Вот. И если Ализард согласится, возможно мы проведем матч за третье место и финал турнира сторона Лига. Я с вами прощаюсь, увидимся завтра, ребятки, либо в воскресенье проведем этот турнир. Ну, Дуюкап постримим. Всем пока, мне в магаз надо успеть сходить.